потому что они выложены на портале Федерального ресурсного центра в календаре событий. И еще раз повторюсь, нам очень приятно, что сегодня такой большой, я бы сказал, ажиотаж, такой большой интерес к той проблеме и к тому вебинару, который сегодня у нас проводится. Мне хочется поблагодарить нашего партнера, эксперта, который сегодня с нами работает на площадке ФРЦ. Это Валентина Константиновна Тогулева, это человек, с которым мы знакомы относительно давно, уже несколько лет. И это совершенно уникальный человек, потому что она с точки зрения профессиональной занимается той проблемой, которая невероятно важна. Это проблема пищевого поведения. И Федеральный ресурсный центр совсем недавно делал мониторинг научных исследований в области аутизма. И довольно приличное количество статей, одно из 10 ключевых направлений, которые приняты за рубежом и в России, это как раз направление, связанное с обменными процессами, которые происходят в организме у детей и подрастающего поколения с расстройствами аутистического спектра. И, конечно, очень многие исследования связывают нарушения аутистические, аутистическую симптоматику, как раз с внутренними процессами, с нарушениями обмена веществ, с нарушениями биохимических процессов. И, безусловно, есть на эту тему, я повторюсь, достаточное количество исследований. И мне хочется отметить то, что в России, конечно, это направление, оно не сильно проработано. Существуют буквально единичные центры, которые занимаются этой проблематикой, но в первую очередь с точки зрения биохимии, с точки зрения обмена веществ. Сегодня же, когда мы говорим о наших партнерах, и о Валентине Константиновне, и о ее НКО EatCoach, мы говорим о том, что наши коллеги занимаются именно пищевым поведением. То есть, понятно, что проблема, связанная с обменом веществ, она усугубляется как раз тем, что у ребенка есть в том числе избирательность в еде, и так обмен веществ нарушен, но при этом еще он предпочитает есть только, например, одну картошку из Макдональдса. И, безусловно, те важные и необходимые элементы, которые должен получать его организм, он, безусловно, не получает. И, повторюсь, получается, что Валентина Константиновна – это едва ли не единственный специалист в Российской Федерации, которые занимаются вот этой сложной проблемой, которая особенно актуальна на самых ранних этапах, которая продолжает быть актуальной и в дошкольном возрасте, и которая актуальна вообще на протяжении всей жизни. И, наверное, когда-нибудь я приду к Валентине Константиновне на прием, и попрошу, чтобы она проконсультировала меня в отношении избирательности пищевого поведения моего собственного. На этой шутливой ноте, Валентина Константиновна, я с удовольствием передаю вам слово для основного экспертного мнения по данной проблематике. Спасибо большое, Артур Валерьевич. Хорошо, меня очень представили. Мне очень приятно быть сегодня в ПРЦ. Давайте буквально два технических момента спрошу. Я видела, что часть людей пишет, что зависает картинка и видео. Нас хорошо с Артуром Валерьевичем слышно и видно? Поставьте плюсики, пожалуйста, кому слышно и видно хорошо. Отлично. Я вижу, что в основном у нас все в порядке. Я надеюсь, что можно перезагрузить вебинар, переподключиться, и тогда ваша связь может улучшиться. Немного подвисает. Хорошо, с нами технические специалисты. Я думаю, они сейчас проверят канал. И я тогда с радости начну наш вебинар. Давайте стартовать. У нас сегодня с вами два часа времени, которые я планирую провести в очень интенсивном режиме. Дорогие мои друзья, которые сегодня зарегистрировались, уже вышли с нами в эфир. Давайте разберемся, кто у нас специалист, а кто родитель ребенка с расстройствами аутистического поведения и пищевого поведения. Если вы родитель, поставьте единичку. Если вы специалист, поставьте, пожалуйста, двоечку. Если вы родитель и специалист, ну, пришли ради своего ребенка, ставьте единицу, пожалуйста. Продолжение следует... Мы начнем с того, что с вами просто разберемся, да, что такое пищевое поведение, какое оно может быть и какое оно может быть у детей с расстройствами аутистического спектра. Смотрите, здесь на слайде продемонстрировано, что такое вообще правильное пищевое поведение. Давайте по каждому пункту скажем два слова. Правильное пищевое поведение – набор продуктов, которые потребляет человек. Вы, особенно те, кто сталкивались, знаете, что у детей в спектре аутизма часто есть очень ограниченный набор продуктов. Буквально пять наименований, которые они готовы есть каждый день, но совершенно не расширяют рацион. Режим потребления пищи. Очень важный параметр, и мы тоже знаем, что он не всегда у нас правильный, да, то есть ребенок может есть на ночь, ребенок может не есть первую половину дня, оставаться достаточно долго голодным, особенно если он посещает детское дошкольное, допустим, учреждение, но при этом в дошкольном учреждении не ест, да, вот, то есть режим потребления тоже нарушен. И причины, по которым ест человек. Причины у нас тоже, смотрите, какая ситуация с причинами. Если у нас ребенок находится на пищевых подкреплениях, и его учебный процесс осуществляется с помощью поощрений пищевых, то у него меняются причины, по которым он ест. То есть причина, по которым он ест, может быть не голод, да, не первоочередное чувство, там, голода и жажда. Вот с этим совсем нужно нам с вами разобраться для того, чтобы понимать, какие вопросы мы можем решить. Прокомментируйте мне, пожалуйста, как вы думаете, какие виды поведения, сопровождающие прием пищи, возможны у детей с расстройствами аутистического спектра? И какими видами поведения вы встречаетесь? Отказ от еды. Агрессия, крик, рвота. Истерики, отказ от общения. Крик, агрессия выбрасывает еду. Избирательность, отказ от еды, тошнота. Выбор по текстуре, ест ручками, выплевывает. Хорошо, вы молодцы, очень много всего прокомментировали. Булемия у нас будет отдельным заболеванием, которое требует отдельного специалиста. Я сразу, я увидела, я сразу прокомментирую. Да, то есть будет ребенок с расстройствами аутистического спектра и булемий. Вот, то есть это будет разное заболевание. Давайте посмотрим. Наши американские коллеги сделали большое обширное обследование. И посмотрели, какие чаще всего причины фигурируют, да, по поводу пищевого поведения у детей с пиатриоутизмом. Смотрите, практически все, что вы перечислили, да, я не увидела торопливая еда, отказ от жевания, но это тоже очень частая проблема. Ритуалы я увидела. Плохой аппетит. Вот про аппетит, это очень интересное исследование, то есть на самом деле плохой аппетит только около 7% детей с расстройствами аутистического спектра имеют. Едят только сухую пищу, сосуд пищи, да, такое тоже может быть. Избирательное пищевое поведение, мне очень понравилось, много людей ответили. Сейчас мы попросим тогда специалистов. Не жует пищу, ага. Много жалоб, что картинка зависает у нас. Надо проверить, как мы... Мы здесь, просто у нас есть контрольный специалист, и он все видит и слышит, и нам сигнализирует, что все в порядке. Но мы сейчас еще раз проверим. Поедание земли и песка. Поедание несъедобного. Сейчас я возьму указку, смотрите. Вот мы ее сейчас перетащим. Поедание несъедобного, вы видите, у нас есть вот избирательность. В основном хлеб, печенье сухое. Это избирательное пищевое поведение, да, и вы видите, что... Вы видите, что все-таки есть большое количество проблем. Прямо, да, вот огромное. И как же с этими проблемами нам разобраться? Давайте посмотрим чуть-чуть статистические данные. Это исследование, которое мы проводили в МГППУ в процессе написания мной диссертаций. Мне очень повезло, со мной работала команда специалистов. И вот посмотрите, какая же часть детей с расстройственного аутистического спектра будет у нас с проблемами пищевого поведения? Мы задались таким вопросом и увидели, что около 90%. Если вы посмотрите источники литературы, особенно западных исследований, то там будет колебаться эта цифра. От 72% выборки до 90%. То есть фактически 8-9 детей из 10 у нас будут иметь проблемы пищевого поведения. А это значит, мы вот с Артуром Валерьевичем до вебинара обсуждали этот вопрос, что нам необходимо, чтобы ребенок с расстройством аутистического спектра имел возможность получить помощь в области пищевого поведения практически в момент выставления диагноза или до выставления диагноза официально. Обратите внимание на колонку нейротипичные дети. Это дети, которые нормально развиваются. Среди них только 25% будут иметь проблемы пищевого поведения. Вы понимаете, что нейротипичных детей больше. Соответственно, вот эта масса 25%, она так распределится среди территории Российской Федерации, что просто классический специалист, гастроэнтеролог или эндокринолог, или специалист по пищевому поведению, который занимается булимией и анорексией, он может не иметь представления, как помочь ребенку с расстройством аутистического спектра. Более того, он может не иметь представления, как помочь нейротипичному ребенку, который демонстрирует похожее поведение. Поэтому необходимо разбираться, необходимо эту проблему всячески со всех сторон исследовать. Какое поведение будет встречаться наиболее часто из того, что мы перечислили? Чаще всего у детей будет что, на ваш взгляд? Прокомментируйте мне в чате, пожалуйста. Я вижу, что есть ответы, что будут поведенческие проблемы сопровождать прием пищи. Я думаю, что вы правы. В первую очередь, конечно, будет избирательность. Избирательность пищи. Это самая большая проблема, которая чаще всего будет встречаться. Вот. 81% среди наших детей, которые участвовали в диссертации, в исследованиях, которые легли в его основу, 81% детей были избирательны. И смотрите, мы, когда стали изучать эту проблему, мы увидели, что нет как-то кривых аппарата понятийного, когда мы считаем, что это избирательное пищевое поведение, когда мы считаем, что ребенок просто капризничает. Вот от специалистов очень часто вопрос, когда мы в ФРЦ здесь читали, семинары и обучение специалистов проходило. Вопрос. Обычные дети тоже избирательны в еде. Как нам понять, когда у нас уже проблема, да, когда она требует вмешательства. И мы ввели такую терминологию. Патологическое и пограничное пищевое поведение. Патологическое пищевое поведение ребенок потребляет меньше пяти наименований продуктов. Пограничное пищевое поведение ребенок потребляет от шести до двадцати одного продукта питания. То есть уже мы деток разграничили. Вот они только приходят, но важно что? Что для того, чтобы ребенок был избирателен, он обязательно вычеркивает одну или несколько групп продуктов. Группа продуктов перечислена у вас сейчас на слайде. И вот смотрите, если ребенок потребляет один-два продукта из каждой группы, то в принципе он не будет избирателем. Он будет придирчивым едоком. Сейчас в России есть термин «малоежки». Он абсолютно ненаучный, но он используется, и он очень понятен многим родителям. То вот тогда этот ребенок, он больше к малоежкам относится. То есть нужно ли ему помогать? Безусловно, нужно. Если у него из овощей будет яблоко и банан, из фруктов, извините, будет яблоко и банан, из овощей и огурец, там это будет двойное миномание каши и один какой-то белок, допустим, курица перетертая, то ему нужна помощь. Но его состояние здоровья может быть не столь критическим, как когда ребенок полностью вычеркивает белки. То есть он белки, например, совсем не употребляет. Совсем не употребляет овощи и фруктов. Вы понимаете, что его состав пищи становится обеднен с точки зрения определенных нутриентов. Хорошо, давайте дальше. У нас обязательно, кстати, будет время после основной части нашего вебинара для ответов на ваши вопросы. И в вопрос у нас есть специальная вкладка. Вот, сейчас мы посмотрим, можно ли показать. Нет, нельзя. Вот, вот здесь вот вопрос у нас есть. И вот в эту вкладочку вы можете свои вопросы писать в конце вебинара, когда время мы для этого отведем. Современное исследование проблем пищевого поведения у детей с расстройственно-аутистического спектра. Прокомментируйте мне, пожалуйста, что было бы вам интересно исследовать в этой области? Чем бы вы занялись в первую очередь, если бы у вас было финансирование и возможность инициировать исследование? Спасибо. Смотрите, нежелательное поведение очень много хотят исследовать. Именно нежелательное поведение связанное с расстройствами пищевого поведения, которое сопровождает поведенческие аспекты, которые сопровождают отказ от пищи, вы хотите исследовать? Состояние ЖКТ очень вижу, да, много. Ребенка поняла, то есть я так поняла, что специалисты, которые хотят исследовать нежелательное поведение, они сталкиваются с тем, что ребенка совершенно невозможно накормить. Проблема туалета. Проблема туалета. Дификация у ребенка очень редко наступает. Или у него какие-то другие проблемы. Есть отказывается в столовой, то есть ест только в определенном месте определенную пищу. Не происходит генерализация навыка потребления пищи в разных местах. Редкая дификация. Да, это очень частая проблема. Давайте сейчас тогда посмотрим. Очень хорошая подготовлена у нас аудитория. Спасибо вам большое, что нарушено в отмене вещей. Важно, как помочь ребенку. Сегодня мы разберемся, как помочь ребенку. Так что часть вопросов будут снять. Давайте посмотрим. Вообще мировое сообщество, что исследует. Я сразу скажу, что исследования пищевого поведения очень дорогие. Потому что мы должны родителям, которые участвуют в исследовании, предоставить определенный уровень подготовки. То есть мы должны зафиксировать количество дополнительных занятий, которые они получают. Например, в 2016 году было инициировано огромное исследование по пробиотикам. Забегая вперед, расскажу про него. И это исследование сорвалось. Оно до сих пор не окончено. В связи с чем оно не окончено. Детей зафиксировали, дали им определенное количество подготовки. И давали им пробиотик. Но как только ребенок получал хоть какое-то лекарство от температуры, от эпиприступа, которого долго не было, и он попал в исследование, от расстройства желудочно-кишечного тракта, он автоматически исключался из исследования. В итоге за два года, исследование проводилось два года, огромное финансирование. Не смогли набрать 100 человек, которые бы дошли от начала до конца. Пробиотик нужно было принимать 3 месяца в очень плотном режиме и 6 месяцев отслеживать ситуацию с пробиотиками. То есть как только ребенок заболевал, фактически его нахождение в исследовании прекращалось. Поэтому финансирование огромное. И исследование можно распределить под определенным группам. Посмотрите, я поставила по системе ранжирования. Первое. Ищут связь между пищевым поведением, нежелательным поведением, проблемами со сном и состоянием желудочно-кишечного тракта. Вот было очень много среди нас исследователей, которые хотят исследовать нежелательное поведение. Вот первую группу исследователей бы должна присоединиться. То есть напрямую связано одно с другим. Будем сегодня разбираться и поймем, связано или нет. Вторая группа исследователей. Тяжесть симптоматики расстройства аутистического спектра напрямую зависит от наличия тех или иных проблем ЖКТ. Логично, да? Но чем хуже нам, да, если бы мы в начале вебинара спросили, кто-то сейчас испытывает боль в желудке, да, или чувствует себя плохо, может быть, у него болит голова, и в конце вебинара спросили, как ему было воспринимать информацию, скорее всего, ему было бы сложно. Так же точно и у детей. Им сложно заниматься, им сложно учиться, если у них много проблем, да, в области желудочно-кишечного тракта. Третья группа исследований. Напрямую, как помочь? Помните, у нас был один из исследователей? Как помочь ребенку? То есть мы вводим добавки, препараты, витамины, в основном для нормализации функции желудочно-кишечного тракта. И смотрим, а снижается ли наша симптоматика расстройства аутистического спектра. Может ли быть такое, что у нас снизится? Как вы думаете, если мы воздействуем на проблемы желудочно-кишечного тракта, получим ли мы улучшение в симптоматике расстройства аутистического спектра? Наталья Владимировна, вот нам отвечает, может. Да. Отлично. Отлично. Молодцы, спасибо вам большое. Давайте посмотрим, что исследует четвертая группа исследователей. Ищет связь между непереносимостями, в том числе глютеной и козеиной, и наличием расстройства аутистического спектра и или его тяжестью. Вот эти исследования наиболее популяризированы. Они чаще всего переводятся, и они чаще всего интересуют традиционное сообщество. Да, то есть, несмотря на то, что этих исследований очень мало, они очень дорогие, я про одно из них буду рассказывать обязательно, вот, но вот они очень популярные исследования. Давайте посмотрим. Пятая группа исследователей. Факторы поведения окружающей среды, тоже частично это озвучивалось, да, в качестве основных причин избирательного пищевого поведения. То есть, мы напрямую связываем, как мы кормим ребенка, да, и с какой посудой мы это делаем, какую мы даем инструкцию, было ли у нас насильственное кормление в анамнезе. Да, то есть, вы понимаете, насильственное кормление – это когда мы через силу кормим ребенка. В качестве основных причин для того, чтобы избегать те или иные группы продуктов, да, здесь, если все понятно, давайте приступим к шестому группе исследований. Это диета-терапия. Конечно, то, что нас с вами тоже должно очень интересовать. Можем ли мы, манипулируя диетой ребенка, изменить его, да, вот, состояние, и его состояние на всех, да, уровнях. Не только в симптоматике расстройства аутистического спектра, но и в желудочно-кишечное состоянии, поведение, и, возможно, обучение, когницию, память и все остальное. Основные группы исследований, да, вы понимаете, что исследований очень много, но это то, что связывается с расстройствами аутистического спектра и избирательностью в еде. И вот, смотрите, очень интересное исследование. Если вам интересны научные данные, то обратите внимание на этих двух исследователей. Это Ричард Фрай и Рассел Гноу Даниэль. Они очень много занимаются проблемами расстройства аутистического спектра и пищевого поведения. И в ходе своих исследований они выделили две группы детей. Это дети, у которых симптомы желудочно-кишечных проблем, изоболеваний, появились до манифестации аутизма, и дети, имеющие рекрессивный тип аутизма. Когда они проводили исследование, они выявили, что эти две группы детей, получая лечение для желудочно-кишечного тракта, могут показать улучшение в симптоматике расстройства аутистического спектра. Я вижу, что у нас есть научные сотрудники, которые ведут научные исследования. Это очень здорово. Мы готовы сотрудничать в этой области. Напишите нам обязательно. И мы попробуем поделиться данными, которые у нас есть, и получить ваши данные, если они открыты для публикации и для всего остального. Результатов много. Да, я вижу, что есть вопросы, они получены, и, соответственно, мы сейчас будем заниматься ими. Самый простой вариант вмешательства – это дать что-то ребенку, чтобы он показал улучшение. Но он простой для нашего понимания. Мы ввели какую-то добавку или какой-то витамин, какое-то лекарство и увидели улучшение. Это часто используется при проблемах дефекации. Поэтому, вот если среди нас есть родители, они точно есть, пожалуйста, прокомментируйте, какие виды добавок вы пробовали в качестве вмешательства для детей с расстройственной аутистической аутистической аутистической. Рыбий жир. Отлично. Омега. Лицитин, мультивитамин, омега-3, витамины, пробиотик, витамины, пробежир, лицитин, ферменты, сорбенты, МВ-12, омега-3, элькарнитин. Хорошо, а сейчас давайте посмотрим, во что вкладывают деньги, да, эти противотрошевые корректоры и пробиотики, такого мимичка, пробиотика, омега. Мне очень нравится комментарий, дали витамины, стал еще активнее и буйнее. Хорошо, друзья мои, вот прекрасно мы с вами движемся, давайте посмотрим, во что вложили деньги научные исследования, для того, чтобы посмотреть вообще, что эффективно. Вот видите, у нас есть тут витамин Д, я его, кстати, не видела среди тех витаминов, которые родители написали, хотя, как видите, он часто много исследуется, я рассчитывала услышать его первым. Вот, витамин Д и омега. Вот эти исследования, витамин Д и витамин Д и омега, они распространены в скандинавских странах. Потому что, и я их очень люблю, эти исследования, потому что у скандинавских стран, извините, погода такая же, как у нас с вами, не балуют нас абсолютно, да, ну вот, солнцем совсем. Вот, поэтому оттуда исследований этих много, и они показывают, что да, если у ребенка действительно обнаруживается нехватка витамина Д, то вот введение добавок с витамином Д и омегой показывает превосходный результат. Вы знаете, я вам расскажу такой вот случай, да, когда скандинавские страны написали, что витамином Д и омегой-3 можно лечить аутизм, был у них такой смелый исследователь. Американцы взяли их исследование и сказали, для нас не проблема его повторить, оно очень экономически выгодное. Витамин Д стоит очень дешево, омега-3 тоже стоит доступных денег. И они стали повторять это исследование и не увидели результатов никаких. Но надо сказать, что при подборе детей на исследование не было проведено сбор пищевых дневников. Поэтому по факту были некачественно собраны, да, дети для исследования. Когда же американцы посмотрели, а что же там такое происходит в пищевом поведении детей, что они едят, что у нас никак не подказалось улучшение, то оказалось, что дети едят хлопья на завтрак, а хлопья очень сильно. Вот американские хлопья, если взять пачку, они просто насыщены различными витаминными добавками. Если вы возьмете такую продукцию, как Несквик, вы увидите, что на пачке написано плюс витамин Д, плюс железо, плюс омега, плюс и там дальше огромное количество добавок. То есть американские дети, которые вот были у нас среди наших, я думаю, родителей, кто-то, у кого избирательность по фактуре пищи была обозначена. Бывает, что дети едят хрустящее, чтобы получать много ощущений от рта. Вот там попало много в выборку детей, которые действительно ели хрустящие хлопья на завтрак. Это очень выгодно для родителя, да, он их насыпал и как бы все, ребенок покорно. И вот они не показали никаких улучшений. И сейчас у меня пришел в коррекцию ребенок, у которого витамин Д повышен, но мама об этом не зная, дает ему добавки витамина Д. Соответственно, результатов она не видит. Пришли ко мне, чтобы разобраться. Сдали, ну, с доктором назначили анализы, посмотрели анализы, а ей и не нужен витамин Д. У нее собственный уровень хороший, да. Иммуноглобулин человеческий перорально. Вы знаете, когда я начинала в 2015 году эту тему и заниматься этой темой, это было очень популярное исследование. И даже рассказывали о том, что в странах бывшего Советского Союза применяется этот метод, да, иммуноглобулины. Вводятся ребенку и он показывает улучшение. Сейчас эти методы фактически не исследуются. Они дорогие. И вот смотрите, в исследовании двойном плацебо-контролируемом по иммуноглобулину перорально, который давали, 50% детей ушло с исследований по причинам большого количества побочных эффектов. Огромное количество побочных эффектов. Оставшиеся 50% не показали те улучшения, которые, да, если вот посмотреть родительские сообщества, форумы, на которые родители как бы рассчитывали. Поэтому нужно всегда очень аккуратно к добавкам и всему остальному относиться. Пробиотики и энзимы. Я видела, что среди нас много тех, кто принимал пробиотики. Я с вашего разрешения подготовила несколько слайдов и про пробиотики и энзимы я скажу чуть-чуть попозже. Железо. Очень хорошее исследование, действительно, если у ребенка есть недостаток железа, он показывает улучшение. Исследования такие достаточно простые, двойные, плацебо-контролируемые. Им можно верить. Обязательно нужно иметь показания, да, от доктора назначения. Недостаток аминокислот из-за нехватки белков. Вот смотрите, этими исследованиями очень плотно занимается Китай. Если смотреть на географию исследований, то мы увидим, например, что некоторые страны отдают предпочтение таким исследованиям, как ожирение у детей с расстройством аутистического спектра. Возможно, вы сейчас угадаете, какие это страны. Если у вас есть идеи, напишите мне, пожалуйста, в сообщении, в чат. То есть, страны, которые занимаются ожирением у детей с расстройством аутистического спектра. Так, и есть вторая страна. Вторая страна тоже есть, помимо США. Вы молодцы. Канада? Нет, не Канада. Япония тоже нет. Израиль вообще любит всех детей. Без исключения, независимо от их. А, Вьетнам, Россия, США, Бразилия, Япония, Россия. Хорошо. В США, да, безусловно. В США это огромная проблема. Плюс они очень четко знают, что социализация напрямую зависит от того, насколько спортивный ребенок. И если у него ожирение, то он выпадает из социального круга. В Германии тоже нет, ребята. Смотрите, я вам сейчас расскажу. Это Турция. И это очень-очень легко объяснить. В Турции кормят, воспитывают бабушки. И очень сильно насыщенными углеводами стол. Стол такой очень калорийный, жирный, углеводистый. И в Турции есть определенная система воспитания. Поэтому турки вкладывают в это исследование. Если вам интересно, есть такие статистические данные, то Израиль в основном вкладывает исследование в социализацию. В модели социализации, в модели инклюзии. Они впишут любого ребенка в любой социум. Да, это их задача. Мне очень понравились ответы про Японию. Но вот с Японией нет. Нет, у них тоже есть специфическая, да, внутренняя позиция по поводу психических заболеваний. Если интересно, почитайте об этом. Вот, поэтому там не такие исследования. Китай, Китай занимается аминокислотами. Китай занимается аминокислотами, потому что у них очень плохое питание. Очень большая скучность. И территории осваиваются, ну, буквально в многоэтажной, да, иерархии. Поэтому они могут позволить себе не кормить ребенка в спектре аутизма вообще ничем, кроме смеси аминокислот. Было такое исследование. Оно проводилось. И оно очень успешные результаты показало. Именно видимость тем, что пища в Китае очень-очень сильно отличается в сторону ухудшения, даже по сравнению с нашей с вами пищей. Да, и если смотреть, то птицу вот в Китае вообще нельзя есть. Да, у меня есть соцсети. Если кому-то интересно, да, я популяризирую эти темы. У меня есть видео из китайской птицефабрики, где птица просто едет на конвейере и получает укол антибиотика, укол гормона роста. Укол антибиотика, укол гормона роста. Поэтому там аминокислоты оправданы. У нас не оправданы. У нас детей можно есть, чем кормить. Да, поэтому мы их на смеси не сажаем. Мы стараемся расширять рацион. Вот, ну, собственно говоря, про ожирение тоже понятно. У нас дети, кстати, мало страдают ожирением. У нас после пубертата эти проблемы иногда нарастают. Да, то есть на фоне пубертата ребенок начинает много есть и не ограничивает себя в питании. Родители сначала рады, потому что до этого он плохо ел. Но потом выходят какие-то проблемы. Но вот у маленьких детей они чаще будут маловесны. Чаще будут они маловесны. Вот. Так. Во Вьетнаме проблемы... Просто Вьетнам сам очень мало научных исследований либо отдает, либо публикует в те сообщества, которыми мы можем пользоваться, как сотрудники научные. Да, то есть мы, как научные сотрудники, можем в закрытых организациях обмениваться друг с другом исследованиями. В основном на английском. Возможно, Вьетнам просто не считает нужным их туда публиковать. Вот. У нас будет видеозапись. Я вижу, что у кого-то остаются проблемы. Видеозапись будет выложена. Также будет доступна наша презентация. Поэтому, если у кого-то прям, ну, вот никак не получается хорошо посмотреть, то можно будет посмотреть на записи. Антибиотики. Вот про антибиотики. Кто-то слышал в коррекции? Да, слышали. Антибиотики, по своей сути, они удаляют весь микробиом, да, и после этого нам надо его пополнять. Так как мы будем про пробиотики говорить, то мы с Вами обязательно этот вопрос вместе рассмотрим. Сейчас буквально через несколько слайдов. ЦИНК. Кто знает, что про ЦИНК? Это мой любимый вопрос. Вот если ко мне пришли родители, которые меня знают, были на моем семинарах и лекциях, то они знают, что я обязательно спрашиваю про ЦИНК. Кто-то сдавал из Вас ЦИНК своему ребенку? Получает глазноконтакт. Ольга Александровна, спасибо большое, она нам помогает. Да, у нас есть раздел, в котором будет доступна запись, поэтому можно будет ее посмотреть. ЦИНК улучшает глазноконтакт. Кроме этого, кто-то что-то знает про ЦИНК? Может быть давал добавки с ЦИНКом? Все очень озабочены, как получить запись. Поэтому про ЦИНК, ну не до ЦИНК, а нам, да, нам бы дослушать до конца нас правильно. Коллеги, да, запись будет, не переживайте. Кто может, оставайтесь с нами, да. Вот, давайте посмотрим дальше. Пробиотики, которые я обещала. Про ЦИНК тоже, да, спасибо большое тем, кто отвечает про ЦИНК. Про ЦИНК тоже поговорим отдельно. Пробиотики, давайте про пробиотики. Пробиотики одна из моих любимых тем. Обратите внимание на цифры. Я сейчас возьму указку и Вам покажу. Вот эти цифры, Вы видите? Да, 8 из 10 детей, которые получали пробиотическую смесь, показали улучшение в основных симптомах расстройства аутистического спектра. Поведение и коммуникация. Про ЦИНК запомнили и через два слайда обсудим. Сейчас про пробиотики. Я поняла, что кто-то знает про ЦИНК, кто-то не знает. Сейчас будем обсуждать. Давайте про пробиотики. То есть смотрите, 80% детей, получая пробиотическую смесь, улучшают свои показатели. А почему? А потому, что мы знаем, что у нас были статистические данные от научного сообщества о том, что микробиом атипичный при расстройствах аутистического спектра. И, соответственно, есть дети с регрессивным типом аутизма. И есть дети, у которых манифестация проблем желудочно-кишечного тракта началась до появления аутизма. И они будут здесь очень сильно улучшаться. Вот если мне родитель говорит, что ребенок плохо ел, плохо набирал вес, у него были рвоты фонтаном, у него были проблемы с дефекацией, а потом у него начался аутизм, то, скорее всего, он попадет у нас в группу, которая получит очень высокую помощь, очень высокий уровень при назначении правильных пробиотиков подобранного. Тогда цинк. То есть с пробиотиком разобрались, пробиотики очень полезны детям, главное подобрать его правильно, да, потому что два ребенка из десяти не получают помощь с помощью пробиотика. Возможно, им нужен другой вариант пробиотика. Обратите внимание на это исследование. Оно абсолютно новое, и его провела Стэнфорд медицинская школа, да, Стэнфордская медицинская школа, у которой мне посчастливилось учиться по детскому питанию. Отсутствие цинка во время раннего развития может способствовать аутизму вследствие нарушения синаптического созревания и образования нейронных сетей. Чтобы в этом разобраться, нужно смотреть нашу любимую строгнуву Татьяну Александровну, потому что она много про синаптические связи говорит. Но по факту цинк у нас, соответственно, может быть в очень маленьком количестве у детей с расстройством аутизмического аспекта. Если это выявить, и учитывая их проблемы желудочно-кишечного тракта, подобрать им цинк, то также они могут показать улучшение. Пробиотики лучше в жидком или таблетки тоже подойдут. Смотрите, друзья, сейчас вы начинаете задавать вопросы, в какой форме цинк, в какой форме омега, в какой форме пробиотик. Это зависит от текущего состояния желудочно-кишечного тракта ребенка. Это не назначается всем один и тот же пробиотик. Если ребенок приходит в коррекцию, то мы очень плотно сотрудничаем с его основным доктором, для того, чтобы совместно с врачами, об этом будут обязательно у меня в презентации сегодня информации, для того, чтобы совместно с врачами его обследовать и подобрать ему адекватную схему приема добавок. Сейчас я вам рассказываю про то, что научно доказано, что мы можем пойти и проверить, а так ли это у моего ребенка, а точно ли у него недостаток цинка. Потому что тот, кто писал, я слышал, что цинк вреден для детей с расстройствами аутистического спектра, приходят дети в коррекцию с анализом, обсуждаем, формируем какой-то посыльной лист для доктора, они идут к доктору, назначается анализ цинка, и мы видим, что цинка слишком много. Он не усваивается или он избыточно принят когда-то ранее, или что происходит с цинком у этого ребенка, должен разбираться врач. То есть мы здесь не берем чужую компетенцию на себя, мы обязательно сотрудничаем с доктором. Про врачей я расскажу и покажу схему. Очень спасибо вам большое за вопросы, будем это видеть буквально через несколько слайдов. Про цинк вроде бы все понятно, да, а формы и все остальное подбираем совместно с доктором после консультации. Перешли мы к следующему разделу нашего... Вот вопросы, которые вы сейчас задаете, не по слайдам, да, и не которые я отвечаю, вы в вкладочку «Вопросы» задаете, потому что в чате они потеряются, я про них могу забыть, к сожалению, в конце вебинара. Вот вопрос, достоверны ли анализы, какие анализы, какие врачи, все уходят во вкладочку. Пожалуйста, в чате отвечайте на то, что я спрашиваю, потому что я очень люблю общаться с аудиторией, вы лучше запоминаете материал, и поэтому я буду вас спрашивать о чем-то регулярно. Какие сопутствующие особенности и коморбидные заболевания будем подразумевать у детей с расстройствами аутистического спектра и, конечно, с избирательным пищевым поведением? Спасибо большое, кто написал, что да, все понятно. Про анализы, про врачей, вопросы мы ушли, а сейчас я у вас уточняю, какие будут сопутствующие заболевания у детей с расстройствами аутистического спектра. И пищевым поведением. Эпилепсия. Хорошо. Ольга Александровна, спасибо большое, вы сегодня очень активны. Слякия, спасибо. Умственная отсталость, хорошо. Эндокринные заболевания, сахарный диабет, спасибо. Умственная отсталость, отлично. Так. Ого. Иммунные заболевания, умственная отсталость. Аллергия, диабет. СДВГ. Да, много людей считают, что он станет сплавным с сопутствующим заболеванием, о котором мы будем сейчас говорить. Я вас расстрою. Да, эндокринные проблемы с ШКТ, речевые расстройства. О, да, все. Хорошо, мы уже перешли в дискуссию. Про умственную отсталость я сегодня не рассказываю, ребят. Давайте посмотрим, что будет у детей с избирательным пищевым поведением и расстройствами аутистического спектра. Да, вот про сенсорику никто мне не ответил. Да, хотя сенсорика, посмотрите, это наше российское исследование. Эта группа, более 120 детей с аутизмом, да, приняли участие в этом исследовании. Родители, конечно, приняли участие. И смотрите, какая ситуация. Это русскоязычная выборка. То есть даже если мама мне писала, я уехала в Канаду, но я очень хочу в ваше исследование, можно? Мы говорили, можно. Да, и сотрудничали с мамой так, чтобы она могла поучаствовать в нашем исследовании. Особенности сенсорного потерятия 66% детей с избирательным пищевым поведением. Вот как раз этот ответ было бы логично получить от родителей детей с избирательностью по текстуре. Помните, вы отвечали? Проблема желудочно-кишечного тракта. Ну, это такой ответ на поверхности, да, то есть обязательно мы будем подозревать проблемы. И вот 57% родителей считают, что проблемы есть. И они их будут наименовывать. Какие-то проблемы чуть-чуть дальше рассмотрим. Специфические модели родительского поведения. Вот это не сказал никто, да, хотя родители, которые приходят на обучение ко мне, они часто признаются, мы кричим, мы кормим силой, мы как бы вот как-то не очень хорошо себя ведем во время пищевого поведения. Пищевая неофобия. У нас кто-то вначале писал, не пробуют ничего нового. Это вот и есть пищевая неофобия. А яйц попробует новый продукт. У 30% детей будет эта проблема. Аллергии и непереносимости. Вы молодцы, вы про них написали. Да, непереносимости, в том числе глютена, казеина, других видов продуктов. 27% детей. То есть статистические данные имеют аллергии и или непереносимость. Поедание несъедобного. Про это тоже был ответ. 22% детей могут есть то, что несъедобное. Это очень опасное поведение. Оно требует коррекции. К сожалению, в США зарегистрированы два случая смерти у детей с аутизмом, которые съели несъедобное. Съели кратку и отравились до летального исхода. Поэтому я всегда призываю родителей пристально следить. Никакие батарейки, никакие химические элементы, в том числе порошки в капсулах, не могут храниться в доме, где живет ребенок с пищевым поведением, поеданием несъедобным. Да? С поведением, поеданием несъедобным. Ни в коем случае. То есть только такой порошок, что он не сможет съесть. Только то, что он не сможет выпить. Потому что он, если не посмотреть, будет огромная проблема. Питьевой, блендированный рацион. Я не увидела, чтобы кто-то это указал. Но вот 13% детей. Вот сейчас ко мне в коррекцию больше детей приходят с этой проблемой. То есть ест блендированное. Не может, соответственно, жевать он или у него сенсорика проблема. Как мы будем с этим разбираться? Я вам сегодня чуть-чуть расскажу об этом. Проблемы желудочно-кишечного тракта. Ну, порадуйте меня. Какие проблемы желудочно-кишечного тракта вы встречаете у детей с расстройствами аутистического спектра? Смотрите, запор, понос, кастрит, бетель язву, диарея, нерегулярная дефекация. Запор, кастрит. Молодцы, ребята. Радуют родителей проблемами прям вот по полной. Вот. Запор или учащенный стул. Непреваренная пища. Да. Могу сказать, что все эти проблемы решаемы. Но вы очень близки к научной мировой статистике. Давайте посмотрим с вами проблемы желудочно-кишечного тракта. Видите? Запорство есть на первом месте. Действительно, очень многие дети испытывают дефекацию не в соответствии с возрастными и вообще человеческими нормами. Надо сказать, что, к сожалению, иногда врачи способствуют тому, что эта проблема не решается. Стул у маленького и у взрослого ребенка должен быть раз в сутки. Вот, друзья мои, я вас просто обнимаю. Я понимаю, что не у всех так. Но если у вас не так, эта проблема требует вмешательства. Да, потому что пока эта проблема не будет решена, у вас не будет поступления микроэлементов правильной из пищи. Да, поэтому, когда родитель говорит, ну, у нас в принципе был в пул три дня назад, и это для нас нормально. Это ненормально для ребенка. То есть, если мы посмотрим на животный мир, я извиняюсь за такую тему, но она как бы очень актуальна. Животный мир, сколько покушал, вот те же собаки, которых мы дома держим, по факту, сколько покушал, столько раз у него произошла дефекация. И мы, изначально человечество, от этого двигалось. И когда педиатр говорит, раз в двое суток, раз в трое суток, это нормально? Ну, бегите, пожалуйста, бегите в другую сторону. Бегите ко мне, что ли, бегите к гастроэнтерологу, куда угодно. Это ненормально. Это ненормально. Этот вопрос должен быть решен. Работу я сейчас прокомментирую тоже. Она, видите, ниже. Диарея действительно частая проблема у детей с расстройствами аутистического инспектора. То есть, иногда организму проще избавиться от пищи, чем ее перерабатывать. За этим тоже нужно решать вопрос. Соответственно, с диареей часто идет рука об руку. Вот это по моим наблюдениям и по моим деткам в коррекцию, которые приходят. Метеоризм. То есть, вот как-то иногда даже бывают эксцессы. Вроде бы это метеоризм, а оказалось, он перерос в диарею. Боле в животе. Гастрит, ядва, панкреатит. Рефлюкс. Вот с рефлюксом очень сложно. Особенно у деток, которые не могут описать свои проблемы речью. Не могут вербально выразить, что беспокоит. Иногда рефлюкс очень долго не диагностируют. Рвота. Под рвоту много отметили. Ночные пробуждения, необъяснимое раздражение. Про рвоту сейчас поговорим. И про паразитов тоже поговорим. Вот опять только Александровна, я тут поцепляю прям ее глазами почему-то, что она мне комментирует. Да, рефлюкс это, ну, называемые вещи своими именами, да? Рефлюкс это отрыжка. Когда часть пищи по пищеводу поднимается вверх, аж до горла. Иногда рефлюкс мы подозреваем уже у меня на консультации, когда мама говорит, что ребенок часто болеет болезнями горла. И мы начинаем выяснять, а в чем причина болезни горла. И вот у него такой голос странный, сиплый, да? И, оказывается, у нас рефлюкс и часть желудочно-кишечного сока попадает аж вот до рта. Соответственно, обжигается пищевод. Очень много проблем здесь возникает, да? Проблемы будут прям нарастать. Вот. Но, смотрите, здесь два пункта, про которые вы мне должны сказать. Не может быть, Валентина, это не связано одно с другим. Ночные пробуждения и необъяснимое дневное раздражение. Мой ребенок раздражен, и эпизоды раздражения у него бывают по три раза в день. Мой ребенок просыпается три-четыре раза за ночь. Это не может быть связано с ЖКТ. Наш психиатр говорил, что это связано с аутизмом. Да? Возмутится кто-нибудь? Нет, никто не возмещается сегодня. Нет у меня сопротивления сегодня. Хорошо. Вот, друзья, обратите внимание на эти два пункта. Иной раз раздражения очень много. Родитель говорит, он часто раздражен, он постоянно, ему все не так. Но когда мы смотрим дневник пищевого поведения и сопоставляем его с дневником поведения, мы видим, что ребенок раздражен после того, как он поел. Потому что он не может переработать эту пищу. У него не хватает ресурса в области органов желудочно-кишечного тракта. И он, допустим, иногда успокаивается только к вечеру. Он возбужден. Вот бывают такие у меня детки плюсы с ДВГ, у которых написано в диагнозе. Он возбужден очень сильно. К вечеру он начинает успокаиваться. И поесть нормально он может в 11 часов вечера. Ну, в 23.00, да? И мы тогда видим ночные пробуждения. То есть, как только. Вот помните, у нас первый слайд был? Режим питания. Причины, по которым есть человек и что человек ест. И вот этот режим питания, он здесь может сыграть ключевую роль на то, чтобы этого ночного пробуждения не было. Да? Если мы определенные продукты уберем, если мы поработаем с рефлюксом, то, возможно, нам станет легче жить. Вот, для того, чтобы эти проблемы диагностировать, у нас есть прекрасный, прекрасный опросник. Это инструмент индекс тяжести симптомов желудочно-кишечного тракта. Мы его с Любовью Георгиевной перевели, когда писали диссертацию. Потом мы его дали к астронтерологам и педиатрам. И они вместе с родителями нам его отработали, вернули обратную связь, что он абсолютно рабочий инструмент. И он здесь в очень маленькой картиночке представлен. Те, кто захочет этот опросник получить, пожалуйста, заходите на мою страницу в Инстаграм, находите меня, выполняйте условия комментирования, оставляйте свою почту, я вам этот опросник вышлю и вышлю инструкцию, как с ним работать. Собственно говоря, для того, чтобы понять, а есть ли у нас сейчас проблемы желудочно-кишечного тракта, которые требуют срочного вмешательства. Куда впишать? Спасибо большое, Нина Витальевна, за комментарии. Как можно не раздражаться, если у него болит живот, и он не может это объяснить? Нам вообще никто не говорит. Вот видите, тут очень разные комментарии у нас. Кто-то будет обязательно, кому говорят, что это все-таки спектр, нам такое поведение дает. Но вы абсолютно правы, действительно. Как можно быть спокойным, если у тебя болит желудок? Как можно быть спокойным, если ты три дня не ходил в туалет? Как можно быть спокойным, если ты все время чувствуешь, что у тебя пища вот-вот пойдет по пищеводу вверх и может вырвать? Ты все время должен себя сверхконтролировать, да? И, соответственно, ты уже контролировать поведение не успеваешь. Тебе бы отконтролировать свое тело хоть как-то, да, хоть как-то им управлять. Так, пропадает. Я тогда еще в конце скажу, там будут мои контакты, там можно будет со мной связаться и получить от меня опросник. Хорошо? Поставьте мне плюсики, кто услышал, что будут мои контакты, можно со мной связаться и получить опросник. Спасибо большое. Да, видимо, сегодня вот такой трафик у нас, что чуть-чуть подвисает видео. Так, спасибо. Мы с вами абсолютно в тайминге, но я вижу, что много вопросов, поэтому предлагаю двигаться дальше. Если есть вопросы сейчас, то вот во вкладочку «Вопросы» их можно будет задать. Диета, терапия, влечение пищевого поведения и улучшение симптоматики расстройств аутистического спектра. Готовы? Отлично. Какие варианты диетических вмешательств вы знаете? Родители и специалисты, перечислите мне, пожалуйста, с чем вы сталкивались в плане диеты. Спасибо большое. Я еще даже не успела договорить. Очень у нас умная, я думаю, еще аудитория. Диетановая, бискетановая? Спасибо. Палео, ГАП, вижу. Безглютеновая, бискетановая. Бискетановая, бискетановая. Непереносимость. Это, видимо, исключали все виды аллергенов, это то, что вызывает непереносимость. Бискетановая. Так, отлично. Середиземноморская. Хорошо. Спасибо большое за комментарии. Низкая или высокодуховая диета? Спасибо. Я ждала ее. Нина Емельевна, спасибо. Отлично. Спасибо большое, друзья. Давайте, кто не успел откомментировать, может откомментировать дальше. Я периодически буду смотреть. Но я уже буду рассказывать. Как вы видите, да, безглютеновая, безкетановая диета у нас лидирует в вашем опросе, да, и в опросе родителей. Есть еще отдельный вариант, когда мы исключаем только глютен, отдельно, когда исключаем только козин. Низкоуглеводная диета. Вот писала Лариса Павловна сокращение быстрых углеводов в рационе. Исключение сладкого, Татьяна Валентиновна, тоже. Это вот вопросы к низкоуглеводной диете. Вот не отметили продукты без добавок и консервантов. Это тоже очень перспективно, да. Диета, исключающая лактозу. Это как раз то, что обычно по показаниям. Безглютеновая, безказиновая диета такой сложный вариант. Без сахара, без сои, без дрожжей, без яиц. Да, кето-диета. Это высокобелковая диета, которую я ждала. И ГАП-диета. Да, то есть вы видите наименований очень много. Давайте чуть-чуть разберемся с ними. И еще раз. И еще раз. Смотрите, безглютеновая, безказиновая диета. 56% родителей, которые пробовали любое диетическое вмешательство, пробовали именно этот вариант диеты. Это много, да. Согласны со мной? Приличное количество. То есть около 60% родителей диетических вмешательств пробуют безглютеново-бисказиновую диету. И 19% родителей из тех 100, что пробовали, говорят, что результаты и улучшения в основной симптоматике расстройства аутистического спектра связаны только с применением безглютеново-бисказиновой диеты. Это тоже очень много. 20% фактически эффективность диеты, да, которая, говорится, нами родители. Посмотрите, здесь перечислено, какие наиболее заметные улучшения отмечали родители. Обратите внимание, снижение тревожности. 36% детей, сидящих на диете. Улучшение настроения, 37% детей. Улучшение сна, очень частая проблема, да, 28%. Да, достаточно много, да. А что же говорит нам научное сообщество? И вот смотрите, научное сообщество изучает именно те диеты, которые родители больше всего пробуют, потому что изучение диеты очень дорогостоящий, сложный вариант. Вот обратите внимание на этот слайд. Я очень хочу вам рассказать про Сьюзан Хьюман. Она занимается сейчас этой темой. У нее был грант. Она эти деньги потратила на изучение безглютеново-безказийного диеты. Я себе подволю чуть-чуть рассказать про то, как проводилось исследование, и какие результаты получили, и свое мнение, да, как сегодняшнего эксперта, тоже выскажу по этому поводу. Смотрите, были отобраны группы детей, у которых были сданы все панели неприносимости. И те дети, которые показали непереносимость глютена или казеина, были исключены из исследований. Но им был предоставлен диетолог на 3 месяца абсолютно бесплатно для того, чтобы нормализовать их пищевое поведение, их диету, и чтобы они добились улучшения. В исследование они не вошли. То есть мы взяли только детей без непереносимости. И мы этим детям дали, ну не мы, к сожалению. Вот доктор Сьюзан Хьюман, она дала этим детям большое количество поведенческой терапии, как доказанная эффективная терапия. Всем одинаковая, контролируемая, бесплатная. Дети получали терапию в течение 6 недель. И вышли, как вы понимаете, на определенный результат. За эти 6 недель была достигнута договоренность с производителем безглютеновых и без казеиновых продуктов, что он сделает идентичные наборы лакомств и основных продуктов, таких как макароны, крупы, безглютеновых и без казеиновых, которые будут выглядеть абсолютно одинаково. Это было очень важно, потому что родители ездили на диагностике, они ездили на отборы, и они познакомились. И, естественно, они могли в соцсетях обмениваться какими-то фотографиями. Если бы продукты были различные, у родителей бы сложилось мнение, что вот эти продукты с глютеном, а эти без глютеном. Через 6 недель производитель сказал, что сделать идентичный продукт у него не получилось, но еще за 6 недель получится. В этом исследовании сказали, хорошо, пойдем на это. И добавили на эти дополнительные недели терапистов для поведенческой терапии. Обращу внимание, что все это время, то есть 12 недель, это у нас получается 3 месяца, дети придерживались очень строгой безглютеново-без казейного диеты. То есть мы что видим в этом исследовании? Мы видим, что дети вышли на определенный уровень, для всех примерно одинаковые. Новые вмешательства на время изменения рациона не вводились. То есть родители подписали очень хорошие, строгие документы о том, как они участвуют в исследовании. Понимаете, насколько это и сложно, и трудоемко, и дорого. Самое главное здесь дорого. Далее. Команда специалистов, которая консультировала родителей и следила за эффективностью, она не знала, кто будет получать глютен и казеин, а кто будет получать безглютеново-безказеиново-безказеиново-безказеиново-безказеиново-безказеин. То есть исследование было действительно двойное плацебо-контролируемое, только оно было тройное. Ни родители, ни специалисты не знали, кто получает, кто не получает продукты. В ходе продукты доставлялись через день, доставку на себя взял производитель, через день просто курьерская служба привозила ящик, в котором были продукты на два дня, включая лаком. Смотрите, когда детки начали потреблять продукты, одна мама приняла решение о том, что они выйдут из исследования и из диеты. Это очень сложное решение, потому что тебя могут исключить из всех дальнейших вариантов вмешательства и экспериментов. То есть тебя исключают из базы, с пометкой «вышел из исследования», не довезя его до конца. Американцы просто так денег не тратят. И, соответственно, коллеги, вопросы, пожалуйста, во вкладочку «вопросы», потому что я отвлекаюсь все время, чтобы успеть вам все рассказать, во вкладочку «вопросы». Соответственно, когда спросили, почему, я очень много читала различные интервью с Susan Human, одно из них переведено фондом «Выход», и можно посмотреть его укороченную версию. Мама сказала, что у ребенка участились эпизоды агрессии, они были за 40 эпизодов в день, и он был очень агрессивно настроен, у него были постоянные истерики, агрессии, они просто не могут продолжать диету. Я не уверена на 100%, что они получают глютеноказин, потому что когда они придерживались вот 3 месяца вмешательства, ребенок был намного лучше. И ее конверт вскрыли. Как вы думаете, что увидели исследователи? Ну, учитывая, что слайд наш подписан, вопросы, вопросы во вкладку «Вопросы», Юлия Аркадьевна, пожалуйста, туда. Ладно? Что увидели исследователи, когда вскрыли ее конверт? Получает ли ребенок глютен и козинь? Поставьте плюс и минус, плюс, кто считает, что получает, и минус, кто считал, что не получал ребенок глютен и козинь. Мнения разделились, да? Как интересно. Вот те, кто поставил плюс, да, вы абсолютно доверяете поведению ребенка. Вы молодцы. Если среди вас очень много специалистов, я прям вас обнимаю сейчас. Да, потому что это очень здорово, что я сейчас это спросила, и много специалистов среди нас. Смотрите, ребенок не получал глютен и козинь. Да, если вы мамы, то тогда это понятно, это обоснованно. Мама очень хорошо чувствует своего ребенка, она всегда за него. Да, тут у меня... Я тоже мама, и я всегда за него. Что бы он ни делал, что бы он ни вытворял, я всегда на его стороне. Вот. Поэтому все, кто на его стороне, помимо меня, они мои друзья автоматически. Вот. Поэтому мамы, понятно. Но если вы специалисты, и вы ребенку верите, да, то это тоже очень хорошее качество для специалиста. Вот. Научное сообщество по-другому устроено. Ребенок не получал глютен и козинь, но мама была уверена, что он получает. Я всегда рассказываю эту историю, чтобы было понятно, что ребенок, который не может сказать, но чувствует, что мама встревожена и взволнована, он ее поддержит любым доступным ему способом. Этому ребенку был доступен способ вот такой, истерики. И он маму поддержал. Да, так, как мог. То есть глютен и козин они не получали, и получается, что сделали выводы, что без глютена и без козиного диета неэффективна. Но мы с вами, как думающие сообщества, должны спросить, а как же быть с теми 19% родителей, которые говорят, что диета эффективна, и эффективна только диета. Да? Что с этим делать? Мы должны понимать, что родитель, он эксперт по своему ребенку. Он точно знает, что с ребенком происходит. Если он чувствует, что ему это помогает, то значит, что это действительно работает в его случае, в случае его ребенка. Мы должны к родителю прислушиваться. Поэтому, когда ко мне приходят родители, которые говорят, мы уже на диете, и нам нужна помощь, потому что мы не получили того, что хотели, я говорю, хорошо, тогда как бы от вас зависит. Мы диету поддерживаем? Поддерживаем. Тогда наше вмешательство вокруг диеты выстраивается, да? То есть нужно понимать, что мы с вами должны прислушиваться к родителю в первую очередь. Субтитры создавал DimaTorzok И снова здравствуйте! Мы увидели, что видео зависло. Друзья, я сейчас начну ровно с того момента, где мы прервались. Спасибо большое. Да, есть какое-то уточнение. Час прошел. Это я не знаю к чему, но спасибо большое. У нас тоже есть часы. Действительно, прошел час. Нам с вами приятно было этот час. Надеемся, вам тоже заработало. Ура! Меня слышно и видно, как я тут радуюсь и шучу, что я вас снова увидела. Да, отлично. Спасибо большое. Все равно подвисает. Ну, если подвисает и тема интересная, то надо будет посмотреть нас в записи. Да, извиняемся, что у нас такое сегодня с эфиром. Вот. Будем надеяться, что оставшийся час будем более качественную связь вам предоставлять. Ура! Заработала. Слышно? Отлично. Слышно уже хорошо? Вот. Я хочу еще рассказать вам про кетогенную диету. Как вы думаете, как давно известно о кетогенной диете? Все, включайтесь. Все заработало. Я снова с вами. Будем работать сейчас. Как давно известно о кетогенной диете? Мне недавно. Отличный ответ. Мне недавно. Только что. Еще, еще, еще варианты. Включайтесь. Аудитория. Вас здесь 420 человек. Ольга Александровна, спасибо. До сих пор неизвестно. Евгения Неминина, но сейчас мы все исправим. Евгения Неминина, но сейчас я вас познакомлю кетогенной диете. Через 2 года будет 100 лет. 100 лет. Потому что когда-то, абсолютно правильно, мои коллеги отметили, для лечения эпилепсии использовалась кетогенная диета. Причем, если вам интересно это и неизвестно, я вам сейчас расскажу, что сначала увидели, что во время очень жесткого поста улучшается состояние людей с эпилепсией. И решили уточнить, а что же в этот момент происходит с организмом. И потом уже придумали кетогенную диету. Я, к сожалению, себе не записала фамилию и сейчас вам не вспомню, кто ее придумал. Но кетодиета действительно очень эффективно использовалась для лечения эпилепсии. А потом изобрели лекарства для эпилепсии и про кетогенную диету стали забывать. Сейчас, так как происходит вообще бум диеты терапии, нужно сказать, мы стали понимать, что мы едим что-то не то. Мы стали задумываться о том, а что же нам нужно есть и как нам нужно изменить свое питание, чтобы дожить, включая пенсионные реформы и все остальное, да, и вырастить своих детей. И поэтому на диету терапию очень большое внимание сейчас направлено, да, вот буквально все прожекторы там. Вот, поэтому нам с вами нужно знать, что есть кетогенная диета. Вот. Я вижу комментарий, что кто-то на ней, видимо, да, и настроение не прыгает. Быстро очень читаю, она кетогенная диета. Очень хорошо разделяется на три варианта. Кетодиета классическая, 4 грамма жира на 1 грамм белка, углеводы или без углеводов, да. И кетодиета 1 к 1, модифицированная диета Аткинса ее еще называют. Углеводы ограничены 10-20 грамм в день. Диета с низким гликемическим индексом, она проскакивала где-то выше, кто-то из вас отвечал, да. Это переходный вариант. Это, безусловно, не кетодиета, но уже на ней мы можем видеть очень хороший результат. Обратите внимание, да, я уже говорила, что я популяризирую, да, проблемы пищевого поведения у детей с расстройством аутистического спектра. Поэтому у меня есть интересные статьи в Фейсбуке именно на тему того, как кетогенная диета влияет на детей без эпилепсии. Потому что мы знаем, что для детей с эпилепсией она помогает. И вот там, если вы посмотрите, у них действительно есть улучшения значительные, да, на кетогенной диете. Вот. И давайте, чтобы уложиться по времени, мы чуть-чуть ускоримся сейчас, но диета-терапия – это очень острая такая тема, да, всегда она вызывает много вопросов. Мое мнение про диета-терапию, да, сейчас. То есть кетогенную диету можно использовать, вы от меня это поняли. Смотрите, ГАПС-диету вы упоминали. Нет двойных плацебо-контролируемых исследований. Пакеты диет – такая ситуация. Родитель не может не знать, что он применяет или не применяет диету. Поэтому там они контролируемые исследования, и они показывают эффективность. То есть у нас диеты, которые прошли доказательную научно-исследовательское сообщество, это безглютеново-бисказинова диета, и она не показала эффективности. Но мы знаем, что, может быть, исследования более длительные, более дорогие, с большей выборкой, дадут другой результат. Поэтому мы прислушиваемся к родителям. И кето-диета, которая точно эффективна, уже дастся 100-летней истории у нас практически, вот, точно эффективна, но должна подбираться индивидуально под конкретного ребенка в зависимости от его ситуации сейчас. Мой взгляд на диета-терапию. Диета-терапия всегда подбирается с учетом состояния ребенка, только индивидуально. Не, я извиняюсь, Вася, Маша, помогло ли нам тоже поможет? Нет, так это не работает. Это работает от состояния ребенка. Всегда, чем бы вы ни занимались, какой бы диеты ни придерживались, желательно исключать. Обработанные углеводы, быстрые углеводы и сахара. Продукты, насыщенные консервантами, красителями и тому подобное. Виды мяса и птицы, которые насыщены антибиотиками и гормонами роста. Да, то есть, если мы можем это отследить и исключить, это здорово. Опять, если есть вопросы, друзья, пожалуйста, в тему вопросов. То есть, это мой взгляд на диета-терапию. Я думаю, что могу себе позволить собственное мнение. Давайте двигаться дальше. Способы и план коррекции пищевого поведения у детей с расстройствами аутистического спектра. Собственно говоря, проблематику мы с вами изучили. Давайте определимся, что будем делать. Вот смотрите, здесь есть такой вопрос. Есть ли запрос от родителей? Это вот у меня всегда, если у меня родительский семинар, у меня обязательно придет бабушка или папа или тетя. Мама не смогла, она сидит с ребенком. Если у меня семинар для специалистов в МГППУ или ФРЦ, обязательно будет специалист, который поинтересуется. У меня есть такой ребенок, как мне воздействовать на маму, чтобы ему помочь? Никак. Только мама должна сформировать запрос. Или тот человек, который осуществляет кормление ребенка. Если ребенок живет с бабушкой, маму не видит, мама не кормит ребенка. Такие ситуации бывают, да? Или с опекуном, я буду работать с бабушкой или с опекуном. Если папа мне говорит, что он бросит бизнес и будет заниматься коррекцией пищевого поведения сейчас со мной вместе, и мама поэтому не приходит ко мне на консультации, я буду работать с папой. Но я буду работать с тем человеком, который непосредственно будет кормить ребенка. Потому что если он не на стороне вот этого изменения пищевого поведения, у нас ничего не выйдет. Мы не можем убеждать маму, и мы не можем подпитывать конфликт в семье. Мы не можем через бабушку или тетю говорить, что мама не права. У нас обязательно должен быть сформулированный запрос о правительстве. Валентина или любой другой специалист. У нас проблема, у нас вот такое пищевое поведение. Что с этим делать? Получили запрос. Категоризировали степень пищевого поведения. Вот именно для того, чтобы не было ситуации, после вебинара в ФРЦ ко мне обратился ваш сотрудник и говорит, что пришел запрос, нужно изменить пищевое поведение. Ребенок очень избирательный в еде. Но ребенок потребляет 5 видов каш, 5 видов супов, 3 фрукта, 5 видов овощей. Он ест все крупы. То есть, а зачем ему менять пищевое поведение? Или тоже очень смешная история. Запрос мне лично на изменение пищевого поведения. Я говорю, а вот в чем вопрос? В общем-то, очень сложное поведение у ребенка. И когда мы поясняем, какое, смотрим дневники пищевого поведения, оказывается, что ребенок не ест экзотические фрукты. То есть, если ему предлагают манго или маракуйя, он откажет. Ребят, это не проблема. Реально. То есть, категоризировать пищевое поведение нам нужно для того, чтобы не тратить чужое время на то, что мы корректируем. То есть, ту проблему, которой нет. Лучше потратить его на что-то другое. Патологическое, пограничное или это малоежка, которому помощь требуется. Сейчас, безусловно, но мы не в такой плохой ситуации. Какие еще трудности есть у ребенка? Если он швыряет тарелку, если на тарелке есть еда, которую он не ест, и он кидает ее в стену, то нам нужно это учитывать. Нам нужно помочь маме, чтобы он не швырял тарелку. Вопросы, во вкладочку вопрос у нас будет полчаса на то, чтобы их решить, или может быть чуть меньше. Если он швыряет тарелку, мы можем предложить вот такую тарелку, которая приклеивается к столу, и ребенок не может ее швырнуть. Повлияет ли это на поведение? Оказывается, повлияет, да? То есть нам нужно учитывать, что есть. Если у ребенка гастрит, а мы начнем кормить его там томатами, мы начнем кормить его жареными котлетами, то у нас ничего не получится. Хорошо, если он будет швыряться пищей. Хуже, если он будет падать и уползать, понимаете? То есть все трудности должны быть учтены обязательно. Обследование и исследование. Вот это то, о чем вы спрашивали. Куда, собственно, бежать? Вы видите, что здесь специалисты и ткоучи изображены, и они похожи на меня. Вот. То есть это мы, собственно говоря, тот, кто может генерировать какой-то список. Запрос к доктору, чек-лист. Доктор, у нас проблемы. Что мы делаем дальше? И мы можем, в принципе, отклониться или оттолкнуться от этих проблем и сформировать вам маршрут, как вы идете по специалисту. Но без специалиста мы сами по себе можем корректировать поведение, но должны знать, что это поведение, грубо говоря, не имеет под собой каких-то причин. Иногда родители действительно не знают, какие анализы сдавать. И если погуглить кого-то в интернете, то выходит, что анализов и так одна мама ко мне пришла. Необходимо сдать анализов на 250 тысяч рублей. Это большая сумма. Я спрашиваю, а специалист знает, что он будет делать с этими анализами? Что он потом с ними будет делать? Да? Вот этот вопрос очень важен. То есть можно сдавать анализы на миллионы. Я вас уверяю, есть исследования, которые стоят дорого. Но что мы дальше с ними будем делать? Они как-то повлият на текущую ситуацию? Или нам нужно сходить к гастроэнтерологу, понять, что у нас под желудочной железой, и вот отсюда оттолкнуться. То есть будьте рациональны, да? Будьте рациональны, будьте последовательны. Если что-то нельзя изменить, и это просто есть или нет, то зачем вам сейчас об этом знать? Стоматолога. Это хорошее уточнение, Ольга Александровна. Спасибо большое. Стоматолог действительно тоже может быть понадобится. Но тут у меня обычно были дополнительные специалисты. То есть вот видите, мы потом с педиатром вместе связываемся. И смотрим, нужны ли дополнительные анализы. То есть может быть ситуация, когда они нужны. Когда мы четко понимаем, что что-то не так происходит в области несмежности с нами. Но тут еще нет гипотолога. То есть нет очень каких-то редких специалистов, хотя бывают случаи, когда они нужны. То есть да, понятно, что есть основные специалисты, есть дополнительные. И мы должны выстроить команду. Я про команду еще буду говорить, но команда очень важна. Я всегда работаю со специалистом ребенка. Если мне мама говорит, это психиатр, я сотрудничаю с психиатром. Психиатр получает от меня письмо, психиатр получает от меня контактные данные. Он в любой момент может откорректировать все, что мы делаем, в любой момент. Если мама говорит, что у нее основной доктор эпилептолог, я работаю с эпилептологом. Если мама говорит, что основной доктор-нефролог, я буду работать с ним. Я буду подстраивать и выстраивать команду вокруг мамы. Я буду учить ее работать с несколькими специалистами для того, чтобы она была эффективным менеджером своего ребенка. Для того, чтобы ей не могли в педиатрии сказать, что этот анализ ей не положен. Для того, чтобы она могла прийти в обычную бесплатную поликлинику и получить все, что можно по полису страховому. То есть мы будем с мамой создавать команду там, где живет мама. Не там, где живу я, не там, где у меня есть друзья среди профессионалов. А там, где живет мама, где будет жить ее ребенок для того, чтобы улучшить как минимум его одну историю. А как максимум ко мне потом приходят мамы, которые не были знакомы с этой мамой. А специалист рассказал, что вот эта мама ходит в фиткоуч, ходит к Валентине, получает вот такую помощь, свяжись с ней. И она тебе скажет, что делать. И вот это вот очень круто. То есть мы улучшаем не одну жизнь, а несколько. Потому что специалисты у нас сейчас думающие. Нужно их искать. У меня сейчас такие эпилептологи со мной работают, что просто я в восторге. То есть действительно, я им пишу письмо, а они отвечают и комментируют все, что должно быть. Понятно, да, что нужно будет поработать. Само не получится все, не решится. Вот видите, здесь команда. Команда нам нужна. То есть мы разрабатываем стратегию, но исполнять стратегию будет мама. И, собственно говоря, мы перешли с вами, если вопросы есть, пожалуйста, во вкладку «Вопросы» их добавьте. Мы перешли с вами роль родительского фактора в коррекции избирательного пищевого поведения. Давайте так поставим. Родители, поставьте единичку и напишите, какое поведение у родителей у вас бывает во время кормления. То есть один – родитель, допустим, кричу на ребенка. Специалисты, поставьте двоечку и напишите, о каком поведении вам познавались родители. То есть два – насильственное кормление. Или там два – ребенок ест только перед телевизором. То есть вот такие вот штучки мне укажите сейчас, с чем вы сталкиваетесь. Не кричу, не кричу. Уговариваю, просмотрим с телефона. Если что надо, потом я все это собираюсь в сервизу, то есть что хочется. С телефона. Пьет по рукам насильственное. Выбираю, чтобы есть пипенок. Ест от других тарелок. Кормление с планшетом, перетертой пищей. Чтобы не уменьшивать, скутать пищу, поить. Вижу, что очень много мультиков, много насильственного кормления. И опять вот у нас всплыла проблема с питьевым рационом. То есть все-таки вот у нас, получается, в диссертацию пришли люди с питьевым рационом, реже мы их встречали, чем они есть на самом деле. Я встречала такую статистику, что избирательность по структуре пищи, по консистенции, это 31% всех детей, которые избирательны сразу. Это много, конечно, это требует внимания. У нас там дальше есть слайды, мы про это поговорим. Не пьет воду вообще. Вот мои любимые. Я вас жду. Не пьет воду вообще. Так, смотрите. Собственно говоря, планированный не живет в твердой пищу в 5 лет. Вот у нас был слайд, да, специально для этого вопроса. Какие виды поведения родительского вы можете отметить? В основном родители, которые приходят ко мне, признаются по-честному. Но мы вообще всегда честно начинаем отношения. Вот. Я всегда поддерживаю родителей. Это насильственное кормление, подкрепление нежелательного поведения. Он выкинул еду, мама ее убрала и дала то, что он предпочитает. Да, ну простые примеры вам придут. Применение сил во время приема пищи. Применение сил у нас доходит до того, что папа держит, мама кормит. Да. Это то, что должно быть учтено в коррекции. То есть если я работаю напрямую с родителем, мы обязательно, может быть не на первой встрече, иногда так бывает, что он на второй встрече признается, а вообще-то я еще делала вот так. И мы вызвали рвоту, и мы теперь не знаем, что делать, мы только показываем еду, которую ребенок не ест, у него рвота в фонтанах, да. То есть если родитель в этом признался, то с этим нужно работать обязательно. Это должно быть учтено в системе коррекции. Мой случай с практики. Я сейчас буду вам задавать вопрос и буду ожидать от вас ответ. Но я чуть-чуть расскажу. Ко мне пришли почти одновременно два ребенка. У одного диагноза расстройства аутистического спектра. Если нужно точнее, аутизм вследствие других причин. Другой ребенок нейротипичный, и он чуть-чуть постарше, как вы видите. Ребенок, который в спектре аутизма ест три раза в день картофель фри. И если он едет на занятия, то он получает дополнительную порцию картошки фри из Макдональдса после занятия. Он пьет воду, с питьевым режимом все нормально. Он получает один актимель только земляничный в день и одно киндер-шоколадное яйцо в день. Второй ребенок нейротипичный, нормальное развитие. Ходит в школу. Каждый день он ест один хэппи мил из Макдональдса, один пакет чипсов, лейс с солью и уксусом. И выпивает банку колы, и на ужин он получает либо пиццу, либо макароны с сыром. Пицца заказывается, ну, с доставкой на дом, макароны с сыром домашнего приготовления. Я хочу у вас спросить, давайте ребенок с расстройствами аутистического спектра у нас будет пятерочкой, чтобы у нас сильно цифры были в разных местах, а ребенок нейротипичный будет девяточкой. Но теперь, внимание, вопрос. Кто более перспективен в текущей ситуации для коррекции пищевого поведения? Кто придет к результатам раньше и будут эти результаты дольше? Пятерочка, ребенок с рас, девяточка, ребенок нейротипичный. Супер, мне очень нравится наша сегодняшняя аудитория. Зовите чаще. Вот, смотрите, давайте расскажу, как на самом деле выход какой был. Ребенок нейротипичный стал есть нормально через 2 недели, когда его стали нормально кормить домашней едой. То есть все, в принципе, наладилось. Но они выдержали всего 2 недели рационно-нормально. И с нормального питания слетели, прям буквально в смысле слова. К сожалению, там все не здорово продолжалось, но мама не смогла поддерживать вот это вот приготовление пищи. Дети, вот я не знаю, есть ли среди нас родители детей, которые нюхают еду, но дети с избирательным пищевым поведением, даже если они еду не нюкают, они очень чувствительны к запаху. И иной раз, первое, то, что ты посоветуешь маме, не давать еду из холодильника, давать еду свежеприготовленную. И мама просто не смогла справиться с вот этим объемом готовки. Ребенок сразу, 7,5 лет, в тяжелой ситуации, на первый взгляд, такой достаточно трудной. Через 2 месяца он начал есть уже вплоть до мандаринки, гречку с котлетой и с огурцом. И его пищевое поведение отличное до сих пор. Коррекция прошла больше года, наверное, да, больше года. Это был ноябрь 2016 года. Вот, в декабре было прислано мне сообщение с поздравлением от бабушки, где он ест еду, которую бабушка уже приготовила, да? Не ест в столовой был вопрос, да, не ест в столовой. То есть ребенок генерализировал свой навык пищевого поведения на другом человеке. Он ест еду и поздравляет меня с Новым годом. Вот, очень хорошие и для меня тоже были рабочие такие ситуации для того, чтобы мы знали, что это очень сложная работа. Иногда мне знают, они говорят, возьмете в коррекцию? Я говорю, возьму, а работать готово, и человек исчезает. Я уже по-честному говорю, работы много. Вот в вашей ситуации работы много. Готовы? Нет, не готовы? Ну, тогда надо дозреть, надо дозреть. Вот то, что я говорю, работа с родителем. Обязательно вы молодцы, говорите. Многое зависит от того, родитель готов ли он. Готов ли он не есть чипсы и не давать их ребенку. Готов ли он потратить 2 часа на суп, котлеты и компот и не идти смотреть сериал или не закрывать какую-то сделку. Да, мы же говорим не только о родителях, которые сидят дома. Мы говорим о родителях, которые работают, у которых очень много функционала. Он менеджер своего ребенка. Он должен разбираться чуть ли не так же, как доктор в назначениях. Он должен возить его на реабилитацию, быть реабилитологом. Он должен сопровождать его на занятия. У него много-много всего. Готов ли он стать поваром, который 3 раза в день подает пищу. И она может быть отвергнута. Да? Не готовы. Не готовы, пишут. Сворачиваем, сворачиваем вебинар. Они будут готовы при поддержке изменений. То есть вот у нас в Гид Коуче абсолютная поддержка изменений. Мы на связи с родителем. У нас раз в неделю контрольные сообщения или звонок, или какое-то сообщение в соцсетях. Что происходит? Что происходит у Маши? Что происходит у Васи? Что происходит у Пети? Что сейчас творится? Мы сделали какие-то шаги, какие ты видишь результаты. Или не результаты. Тебе нужна помощь, если мы на ты с мамой. Или вам нужна помощь. Что мы можем сейчас еще сделать? Мама, родители готовы. Говорят, одно дело, другое. Смотрите, вот между специалистами и родителями должна быть договоренность. Я своих родителей очень люблю. Даже когда они говорят, у нас сейчас, вот у меня случай последний из практики, тоже поделюсь. Пришла мама. Ночные пробуждения, раздражительность, самоагрессия. Вот я вижу целый букет проблем ЖКТ. Заполняются все опросники. Ну, все сходится. Я говорю, давайте консультироваться. Она мне присылает письмо прямо накануне консультации. Все отменяет. И говорит, я не готова с вами консультироваться, потому что у нас там самоагрессия. Мы сделали МРТ, мы сделали ЭЭГ. Мы пошли ко всем специалистам, психиатрам, психологам клиническим и неврологам. Они ничего не находят, мы сейчас эти вопросы решим и потом к вам придем. Вот тут недотрел родитель, я на него давить никогда не буду. Но когда он приходит на консультацию, он тоже не будет один. То есть он будет с поддержкой все эти изменения вводить. Важно, чтобы родители и специалисты договаривались. Когда у нас есть команда, вот у нас был такой эпизод, у нас из команды выбыл клинический психолог. Потому что он считал, что ребенок не должен получать пищу так, а должен посмотреть на пищевых подкреплениях. Когда мы пищевые подкрепления убрали, клинический психолог сказал, что не знает, как работать с этим ребенком. И ушел. Я была расстроена, а мама была счастлива. Она сказала, отлично, вот наконец-то. Я не знала, как быть. Меня все время давило, что вот эти пищевые подкрепления остаются в нашей жизни. И мы никак не можем от них избавиться. И тут вопрос решился в самой жизни. Я всегда грущу, потому что мне кажется, что у родителей могут быть хорошие отношения. Если специалист уходит, то родители остаются как бы без одного специалиста. Работа с родителями должна вестись, быть очень продуктивной и эффективной. Помните, когда мы летим в самолете, нам говорят, сначала оденьте кислородную маску на себя, а потом обеспечьте ей ребенка. Если приходит мама, которая говорит, я не могу готовить, я плохо себя чувствую. Если вы видите вдруг по внешним проявлениям, что у нее действительно у самой проблемы с желудочно-кишечным трактом, или она очень устала, или она просто в депрессии, то в первую очередь нужно помогать маме. Нужно узнавать, а можно ли сдать ребенка в детский садик хотя бы на 3 часа. Или если этот вариант недоступен, можно ли какую-то няню пригласить ей на 3 часа, чтобы она могла хотя бы пройти исследования какие-то для себя. Чтобы она могла себя обеспечить с кислородной маской. Или есть присмотр и уход в соццентрах, а как далеко от нее соццентр. А может ли она там получить бесплатный присмотр и уход на эти 3 часа. И может ли она с ребенком расстаться для того, чтобы решить какие-то свои вопросы. А может быть кто-то живет рядом и приедет ей там, я извиняюсь, покрасить голову и сделать ногти, и мама будет лучше. То есть тут вопрос от мамы, запрос. То есть он может выглядеть как запрос на коррекцию пищевого поведения, то что написали. Родители говорят одно, а делают другое. Но запрос по факту, помогите, я уже не могу в этой ситуации быть. Я не справляюсь и я не знаю как справиться. Поймите еще пожалуйста специалисты, что у нас в стране кормить и любить это фактически одно и то же. У нас бабушки, у нас воспитатели, они все, ну или в большинстве взрослые и очень опытные люди. У них так все ели, все выросли и все добились результата. И тут оказывается бедная мама, которая под обстрелом всех. Если она покупает киндер-шоколадное яйцо в магазине, ей могут подойти и сказать, что она кормит дрянью своего ребенка. Не важно правы они или нет. Важно, что она получит очень негативный опыт общения и того, что она плохая мама. Поэтому, ребята, обязательно договаривайтесь друг с другом. Обязательно родитель у нас, он те руки, которыми мы меняем пищевое поведение. Без него ничего не получится. Он главный специалист по своему ребенку. Мы на него опираемся. И представьте себе, в каком он стрессе, что он просит у нас помощи, как накормить своего ребенка. У нас априори считается, все из детства могут всех накормить, все приготовить, все вкусно подать. Он должен даже осознать, что вот проблема есть. Это сложно. Поэтому я здесь очень всегда на стороне родителей. Сначала работать с родителем. Если мы его научим, как кормить. У меня был такой опыт. Я научила, как кормить. А родитель потом силой впихнул котлету в ребенка. Я как-то вот прям была супер расстроена. Я говорю, я что плохо рассказала? Что было не так, что вот родилось такое решение. Он отказывался, отказывался. И включился автоматический механизм. Я накормлю его силой. Да, то есть тут вот очень важно, да, чтобы вот эта автоматика не пошла и не испортила нам наши начальные результаты. Мы там все готовили, готовили. И тут раз такой эпизод. Да, давайте, ребята. Я расскажу про комплексный подход. Сейчас уже не буду у вас ничего спрашивать. Буду вам просто рассказывать, чтобы положиться во времени и обсудить с вами ваши вопросы. Соответственно, комплексный подход был разработан в МГППУ, когда мы писали диссертацию на тему коррекции пищевого поведения у детей с расстройствами аутистического аспекта. Он не включает в себя ничего того, чего бы вы не знали. Просто мы все это объединили и начали использовать это для работы с пищевым поведением ребенка. Как вы видите на слайде тут. Дисенсибилизация, сенсорная интеграция, поведенческий подход, игротерапия, работа с родителями и работа над поведенческими проблемами ребенка. Дисенсибилизация. Прекрасная схема. Очень часто используется родителями и специалистами. В свое время был журнал по поведению детей с расстройствами аутистического аспекта. Он, по-моему, так и называется. Проведенческий подход запускается до сих пор. В 1998 году эта статья там появилась про диссенсибилизацию, была переведена на русский язык несколько позже и стала доступна абсолютно всем специалистам. И ко мне иногда приходят специалисты целыми центрами на консультацию. То есть целый центр ABA, который занимается коррекцией, говорит, вот он вот здесь где-то находится и дальше ничего не происходит. Ничего не происходит по этому протоколу. Протокол, на самом деле, очень хороший. Опять же, мы должны понимать, что если у ребенка есть проблемы желудочно-кишечного тракта, то он может не идти по протоколу. Вот тот центр, который ко мне обращался, у него была такая проблема. Они вводили яблоки, потому что в условиях центра это было очень легко вводить. Но ребенок за яблочко получал ММД. И вот сначала мы все это обсуждали на консультации, потом я спрашиваю, что ребенок получает, если он яблочко идет по протоколу. ММД, а что он получает за сортер? ММД, а что он получает за вкладку? ММД. Я говорю, а зачем ему есть яблочко, если ММД, он сейчас получит через 5 минут за то, что ему в принципе нравится. То есть, когда мы работаем с коррекцией пищевого поведения, мы обязательно расширяем интерес ребенка, обязательно этим занимаемся. Вот это использование протокола десенсибилизации на примере ребенка. Как вы видите, ребенок трогает, лижет, прикасается губами, да, все это делает. Помимо этого, есть десенсибилизация рук и ног, которая может также использоваться. Вы видите на слайде перечисление десенсибилизации. Обязательно ее используйте с ребенком, который сенсорно-чувствителен. Вы сами можете понять, что с сенсорикой что-то идет близко к тому, что можно поставить или предположить наличие сенсорных проблем. И тогда систематическая десенсибилизация вам нужна как воздух. Вы даже не представляете, насколько она эффективна. Понятно, что ребенок никогда не будет есть то, ну, скорее всего, если у него нет поведения, есть несъедобное, что он, скорее всего, не будет есть то, что находится в сенсорной коробке, например, да, там цветные макароны, скорее всего, он не захочет есть. Но то, что мы трогаем руками, то, что мы нюхаем, то, что мы имеем возможность отсязать, оно посылается на уморку. Это не так опасно, как мы думали. Это не так страшно. А может быть через, там, не знаю, 5 сессий или через 65 сессий ребенок это попробует. Главное, что вы начали. Да, я еще несколько потом скажу слов для родителей непосредственно, которые собираются с этой проблемой самостоятельно разбираться. На картинке, сейчас будут слайды, очень красивые представлены варианты десенсибилизации, про которые мы зачастую не думаем. Но они могут быть использованы. Систематическая десенсибилизация. То есть мы заменяем еду едой ненастоящей. Сейчас очень много на рынке представлено всего, что может использоваться. Это и фрукты, и овощи, бутерброды, и сэндвич. И при этом мы занимаемся десенсибилизацией рта. Я вот так вот вам покажу. У меня, опять я скажу про свой сайт, у меня есть статьи, как десенсибилизировать рот. Мы обязательно чистим зубы разными щетками. Мы обязательно используем разные пасты. То есть вы берете пасту, пасту как паста, пасту как гель и пасту как пенка. Пенку можно заказать в малышовом отделе в аптеке. Пенка такая вот. И ребенок у вас три раза в день чистит зубы разными пастами, с разными вкусами. Вы обязательно пасту меняете. Если у меня шестилетний ребенок на консультации, который с нуля лет чистит одной и той же пастой зубы, то мы не будем корректировать сейчас пищевое поведение в первом шаге. Мы будем менять пасту пошагово, очень аккуратно. Мы будем менять щетку, потому что если он чистит щеткой малышовой, и мы видим проблему рта, про которую Ольга Александровна нам писала, мне кажется, то мы видим, что та терапия, которая сейчас применяется, не работает. Иногда родители признаются, что ребенок 4 года не чистит зубы. Ребенок с установлением диагноза перестал чистить зубы. Тогда мы решаем вот эту проблему. То есть мы можем подключить логопеда, мы можем подключить массажиста, в зависимости от того, кто даст это маме, для того, чтобы эту проблему решать. Мы можем саму маму научить, как взаимодействовать с лицом ребенка, для того, чтобы пища, ложка, зубная щетка не были оружия массового поражения, которое направлено на ребенка, и его задача убежать. Убежать так, чтобы его не нашли. Понимаете? Он не должен быть в стрессе. Все должно быть очень мягко, не через насилие. Мы должны подстроиться под текущую ситуацию, и в текущей ситуации совместно с мамой, это информация для специалистов, подобрать те шаги, которые реально реализоваться. Да? Давайте покажу вам немножко фотографии. Обратите внимание, вот здесь на фотографиях представлены в том числе сессии по диссенсибилизации едой. Да? И вот такие картиночки. То есть ребенок может соприкасаться с едой, но сам даже не знает, что это происходит как бы не через насилие, а через игру. А давай приготовим, а давай потрогаем, а давай разложим, а давай полепим, а давай порисуем. Вот здесь во всех ящиках у ребенка еда. Это хлопья геркулесовые подкрашенные, это пшено, то есть везде все равно еда в сенсорных коробках. Да? И вот такие тоже варианты возможны. Когда мы очень аккуратны, обратите внимание на вот эту вот прекрасную картинку. Мама что делает? Мама малышу дает пощупать морковь. Морковь. Особенно вот если приходят родители детей с аутизмом, у которых стиплинги появились, и они вот иногда говорят, что мы переживаем, как быть, вдруг он будет такой же избирательный. То вот это варианты. Друзья, это прям реально очень рабочие варианты. Введение четкого расписания приемов пищи. Никаких перекусов в тостах, никаких углеводов в тостах, никаких попить сока, компота, чая с сахаром не должно быть между приемами пищи. Приемы пищи, я предпочитаю, чтобы они были примерно по расписанию, ну, если это маленький ребенок, то это детское дошкольное учреждение. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин. Вот, это то, к чему надо стремиться. Но у ребенка обязательно должна быть доступа вода. Если у вас питьевой режим не введен нормальный, да, вот по воде, то можно тоже ко мне присоединиться, и я пришлю видео по тому, как вводить воду в порцион. Вот те, кто писали, пьет компот, сок, чай, кефир, да, там, по-моему, был. Пожалуйста, есть рабочие инструменты, как от компота перейти к воде. Работают со всеми детьми, которые у меня в коррекции. Ни один еще не остался на компоте. Вот. Расширили пищевой рацион дома. Отдали протоколы для расширения в школу или в садик. Договорились заранее о поддержке. Сказали воспитателю, я начинаю этим снимать. Мне очень сложно. Если вы сможете как-то помочь, мы будем признательны. Это я, конечно, сейчас про родителей говорю. Начали есть, отправляем ее к бабушке, к дедушке, к тете, чтобы он там проявил все свои навыки, чтобы он там мог покушать, да, чтобы он закрепил. Ведем в кафе с хорошей едой, не с фастфудом, который он ел всегда, да, не в Макдональдс, в кафе с домашней едой. И там заказываем и говорят, да, надо есть. Вот, ты классный, ты супер, ты лучше всех, я тебя люблю. Как отсюда и до неба, да, и даже больше. Давай мы сейчас закажем еду и съедим ее. То есть обязательно закрепляйте все успехи. Вот это супер тарелки для того, чтобы есть. Обратите внимание, это для тех, кто не может чего-то купить и чего-то достать, да, всегда есть такая ситуация. Мы живем где-то там, и к нам не ездит никто. Обратите внимание, это ледница. Я надеюсь, я правильно сказала. Это такая, контейнер для производства льда. То есть это не тарелка. Но ребенок здесь проверяет, какое количество огурцов ей положили, потому что вводимые продукты, огурцы, все остальные предпочитаемые, да. Ну, это, естественно, тарелка. К сожалению, пока мне не удалось купить такую тарелку. Сейчас покажу вам, какие варианты могут быть вам доступны. И опять скажу, что у меня написана моя личная статья. Так, сейчас я поймаю камеру. Вот такая тарелка, да. Что примечательно в этой тарелке, да. Я вот так вот, нет, вот камера у меня вот здесь, вот так вот смотрю. Отделение. Для того, чтобы пища не смешивалась. Если ваш ребенок не ест вводимый продукт. Но вот эта тарелка, на самом деле, она приклеилась, вы знаете, ее не оторвать. Которую я показывала раньше. Она тоже с отделениями. То есть вводимые продукты могут лежать в очень маленьком количестве, вот тут вкладках, допустим, да. А предпочитаемый продукт лежит вот здесь. А здесь могут лежать ваши хрустящие продукты, которые поощряют ребенка есть, допустим, если ему это нравится. Тарелка дает возможность положить продукт и десенсибилизироваться к его виду и запаху и текстуре. А то, что у нас 60 раз лежало на тарелке, я шестрирую, ребят, не нужно 60 раз. Все заработает раньше, намного раньше, если у вас хороший комплексный подход. То, что лежало у нас на тарелке, проще попробовать. Мы уже гладкими это попробовали несколько раз, да. Можно сказать, ты не кушай, ты гладкими, посмотри, пожалуйста, пусть оно там полежит. Да, ну будет швыряться, будем думать дальше, что делать. Я вам сейчас расскажу историю. Один раз мне сказали, что она душесчипательная. Вы видите вот это вот, как у вас какое предположение, что это такое? Марина Валерьевна делится с нами историей успехов. Ребенок пошел в кафе, вдруг там поел, и они стали туда периодически заходить. Его пищевое расслон расширился, то есть поменяли место. Это тоже очень хорошая стратегия. Вкусняшки, коробка для ниток. Да, коробка для ниток, абсолютно правильно. Коробка для бисера, коробка для рукоделия она называется. Эту коробку сделала мама, которой нужно было 2,5 часа возить ребенка в школу. Ребенка с расстройством эластического спектра. И он должен был быть в спокойном состоянии. Это было ее решение, и она вот так вот его подкармливала. И мне всегда мама говорит, ой, здесь очень много всего неполезного. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Но я всегда говорю, это была ситуация, которую надо было решить. Ее решили вот таким способом. Потому что 5 часов в машине я с трудом представляю, что взрослый это выдержит. То есть, как бы, ну, я бы была очень в плохом состоянии, если бы я 2,5 часа добиралась до школы. Какой бы классной школы там ни была, мне было прям не в моготу. Вот. Следующее, да, это вот смотрите, тут уже комментируют картинки, это здорово. Смотрите, сейчас я покажу. Вот эта картинка, это обычная тарелка с отделениями, в которой разложено все. Мне писали, что, говорю ему, съешь там, допустим, сук, котлету и получишь десерт. Это называется рецепт бабушек. Все советские дети так ели. Съешь борщ, съешь картошку с мясом и получишь конфетку, мороженка. Что было? Пирожочек. Это рецепт бабушки. Он абсолютно рабочий, пробуйте. Но это для визуала. Вот родители, которые визуалы, они счастливчики, у которых дети визуала. Они прям вот покупаются на этот внешний вид и начинают есть. И тогда только вопрос, как, вы все-таки объясните, что внешний вид важен, да? Вот. И как перейти от вот такого внешнего вида к другому. Но это тоже решаемый вопрос. То, о чем я с вами говорила. Нам нужна команда. Нам нужна команда. Вот я помню, мне показывали какое-то видео. И там такая фраза была очень странная. Мне одному не злюжиться. И это вот очень хорошо про родителя. Ему одному сложно. Он много всего решает. Ему нужна команда, которая его поддерживает. И специалист. Если вы специалист, если вы хотите менять пищевое поведение, вам не нужно приходить и говорить, вот я была на вебинаре, вы все делаете неправильно, да? Сделайте так, как я сейчас скажу. Нужно говорить, я вот была на вебинаре, там есть запись, ее можно посмотреть. Может быть, вы посмотрите, может быть, вас заинтересует. Там очень интересно было. Там показывали какие-то тарелочки, что-то там такое веселенькое. Вы поменяйте подход. Поменяйте подход, и тогда будет понятна рабочая ситуация. Еще два слайда покажу. Это контакты нашего федерального ресурсного центра. Следите за календарем событий. Он очень обширный в этом году. Я рада, что мы начали. Что я открывала этот вопрос, потому что мне интересно эту тему популяризировать. И мои контакты, вы можете их сохранить. Я два слова скажу, и сейчас перейдем к вопросу. Значит, где получить опросник по состоянию тяжести желудочно-кишечного тарта? Вот здесь. Написать мне вон туда, там есть пост, что я в ФРЦ. Написать мне вот сюда, и я вышлю опросник, там в понедельник начну высылать. Где получить статьи про тарелки, даже про витамины Д, про цинк и про все остальное? Вот здесь. Да, со мной можно связаться. У меня есть сайт, вот в нашем НКО есть сайт, с которым тоже можно, соответственно, свидаться. Валентина, у меня есть предложение насчет опросника, поскольку это рабочий инструмент, уже, так сказать, опробированный, то может быть его опубликовать в журнале «Аутизм и нарушение развития» при желании. Давайте, конечно. А есть кто-то среди наших коллег, кто читал мою статью в ФРЦ, которая вышла буквально в декабре месяце? Да, кто-то есть. Ну да, 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 конечно, давайте сделаем. И мы сделаем инструкцию, как им пользоваться. Кто хочет раньше, получит раньше, но мы обязательно сделаем научную такую публикацию по этой теме. Вопросы мы готовы отвечать? Я думаю, да. Да, у нас есть не так много времени, как мы хотели. Очень большое количество вопросов. Да. Достоверны ли анализы волос, ногтей и микроэлементы? Это нужно спрашивать у лабораторий. У меня был личный опыт. Один клиент, который одновременно сдал две разные лаборатории анализы, получил разные результаты. Мы, собственно говоря, не знали, что с этим делать. Абсолютно разные, нужно сказать. То есть тут, конечно, это вопрос вопросов. Если бы это была ситуация прозрачная, наверное, бы все мы уже, даже с Артуром Валерьевичем, сходили бы сдали волосы на анализ. Мало ли чего мы там употребляли. Где находится общество вступная папка, в которой будет сертификат? На этот вопрос, Елена Владимировна, если слышите нас, ответьте, пожалуйста, вот в общем чате вопросов. Так, где сдавать анализ на оценку пробиотики, у кого узнавать, как применять? Про пробиотики можно узнать у меня, можно узнать у гастроэнтеролога. Мы знаем точно из двойных плацебо-контролируемых исследований, что пробиотик нужно применять в течение не менее 8 недель. Происходит колонизация кишечника. Конечно, пробиотик нужно принимать правильно, забивая прохладным за 30 минут до завтрака. Вот, соответственно, если ваш гастроэнтеролог говорит как-то иначе про пробиотик, значит учился он в советское время, когда 3 недели было достаточно для пробиотика. К сожалению, недостаточно. Кто назначает препараты? К какому врачу обращаться? В зависимости от вашей ситуации. Если проблемы эндокринологии, то препараты назначает эндокринолог. А мы под эти препараты подстраиваемся. Если у вас проблемы с почками или с печенью, то у нас создастся нефролог, гипотолог. Так, вышлите, пожалуйста, опросник. Мы поняли, мы так не сможем выставить опросник. Мы обязательно, вот если вы прокомментируете в отдельном инстаграме, мы специально сделали там публикацию, я вам сейчас даже ее покажу. Мы специально сделали публикацию и там можно получить опросник. Ничего сложного там нет. Да, или же опросник будет, я вижу, что кто-то уже прокомментировал. Да, я вот там вот с такой вот фоткой замечательной. Все камеры у меня. Ага, вот. Вот с такой замечательной фоткой вы меня сразу найдете. Вот. И там, соответственно, можно получить опросник. Так. Каким врачам с проблемами пищевого поведения? Какие анализы нужно сдать? Уже ответили, да, что очень индивидуально. Можно ли решить вопрос диеты в рамках учреждения? Да, можно. Нужно заручиться поддержкой руководства, да, написать нам, чтобы мы вас взяли в дистанционную коррекцию, да, чтобы как-то этот вопрос согласовать и чтобы идти от проблем детей, да, то есть потому что проблемы будут разные и решения будут разные. Какие конкретные анализы? И опять же от ребенка идем. Нет, нет. Вот смотрите, ребят, очень важно, нет списка анализов, который для всех будет одинаковый. Так это не работает. Если вы будете действовать по списку, вы потратите деньги и что-то упустите. И потратите деньги на то, на что вам не нужно сейчас. То есть этот список может быть составлен командой специалистов, которые будут с вами работать. Если в анализе есть переносимость, Юлия Аркадьевна Ткаченко. Если в анализе на пищевую переносимость, есть переносимость и глютена, и казеина, играет ли это роль? Я вот не очень понимаю, то есть у вас анализы чистые, ни переносимости нет. И вы тогда про что спрашиваете? Запись вебинара будет доступна. Жевать толком не умеет. Как сажать ребенка на диету? Значит, не сажать. Значит, сначала учить жевать, да? А потом уже сажать на диету, если диета показана, по показаниям, если вы готовы. Как быть, если ребенок кушает не только свое, но и соседа? Это поведенческий вопрос, да? Он очень важен, важно структурировать питание так, чтобы он, во-первых, наедался, да? Во-вторых, чтобы это не поощрялось. Если он много внимания получает, то, возможно, ему внимания-то нужно. А если он получит очень много внимания до того, как поест, и будет получать внимание регулярно, пока ест не из тарелки соседа, и его потом похвалят, и всем по секрету расскажут, но чтобы он слышал, но не детям, не детям, а другим педагогам или родителям, что он перестал есть из тарелки соседа и сегодня ел очень хорошо, то это может сработать. Соответственно, за сенсорную интеграцию. Есть ли такой официальный диагноз в России сенсорной интеграцией? Нужно посмотреть по международной классификации болезней. Коллеги, я, к сожалению, сейчас не могу сказать точно в отношении диагнозов, да? Но если интересно, какие есть диагнозы официальные, они все ставятся сейчас в соответствии с МКБ-10. Мне почему-то кажется, что там нет такого диагноза. Я думаю, что именно такого нет. Нет, да, что он педагогический диагноз, а вот, ну, и врач тогда этим не занимается. Вот, но, мне кажется, что у вас был вебинар по сенсорной интеграции. Вот смотрите, ребят, коллеги и друзья, и клиенты, и все-все-все. Если был вебинар ФРЦ по сенсорной интеграции, его надо найти там, где выложен вебинар и посмотреть. Я думаю, что коллеги осветили проблему от и до в рамках времени, да, которое было выделено. Контакты думающих эпилептологов, пожалуйста. Они не в Москве, но этот вопрос тоже не так решается. Пишите мне тогда, будем думать, что у вас там происходит. Куда обращаться для определения, какая диета им подходит и выбора диеты? Но это вот вопрос уже дублируется у меня несколько раз. Нужно обращаться к специалисту. Вы можете обратиться ко мне, или можете пойти к гастроэнтерологу-диетологу. Есть такая специальность, детский диетолог. Они специально учатся дополнительно, по-моему, 4 года в докторантуре. Вот к нему можно обратиться и с ним вместе этот вопрос решить. В любви к клубнике у наших детей. Интересный вопрос, очень веселый. Да, у меня были ситуации, когда первое, что начинал есть ребенок, это была клубника. Но потом эта ситуация никак на него не повлияла. То есть он расширял рацион, и первое, что было, это клубника. Клубника, на самом деле, очень насыщена вкусами. Я бы ее не рекомендовала использовать для первого шага. Но так сложились обстоятельства. У меня было большое количество опыта, когда клубнику вообще не ели. То есть огромное количество детей вообще не ели. Малина, клубника, да, это очень сложно. Много сенсорики, много вкуса, есть косточки. То есть для ребенка это очень сложно. И у меня, да, у меня был один из таких запросов еще во время диссертации. Как научить ребенка есть малину? А зачем там столько косточек, столько всего? Вы попробуйте есть малину без ощущения, что это вкусно. Вот, я научилась пока консультирую. Я научилась есть продукты так, чтобы понимать, ага, что у нас с языком происходит. Верните предыдущий слайд, пожалуйста. Видимо, это уже давно было. Стоит ли специалистам, педагогам и ДОУ, детским работникам дошкольного учреждения, работать на избирательность в еде, расширять или менять, если родители дома кормят только мягкой растертой пищей? А если у вас получается, есть ресурс, есть желание развиваться, то стоит. Да? Вы просто потом ждете и скажете, а Вася сегодня съел огурец. И мы вообще здесь все так танцевали, мы даже не ожидали. Он вообще, мы вот вообще, да, то есть вы, главное, подаете информацию правильно. Работаете ли вы с детками, у которых ДЦП? У меня сейчас два ребенка с эпилепсией, два ребенка с ДЦП, и у меня есть другие нозологии. Поэтому, да, я работаю, но очень аккуратно я работаю там с основным специалистом. Мы не успеваем. У нас по времени, да, очень ограничено. Как мы сделаем с теми вопросами, которые все-таки остались? Давайте мы их сейчас скопируем, и я сама себе их отправлю, и постараюсь подготовить какой-то пресс-релиз о том, что у нас было. И куда-то мы выложим в соцсети, и если сайт ФРЦ позволит нам, то мы тоже можем добавить каким-то документам к вебинару. Мы можем добавить действительно к вебинару, да, абсолютно, и дать этому анонс, безусловно. Тогда сейчас мы все скопируем. Коллеги, спасибо за ваше активное участие, вы были супер аудиторией. Надо сказать, что аудитория очень заинтересована, и я отслеживал число участников. Валентина, оно практически не менялось вот с течением вебинара, только в конце немножечко уже поуменьшилось, но, видимо, связано с тем, что вопросы уже индивидуальные пошли. Я, с своей стороны, хочу сказать о том, что в ФРЦ есть опыт, опыт, касающийся медицинского сопровождения. Вот как-то существует такой сейчас стереотип, что когда мы говорим о медицинском сопровождении детей с расстройствами аутистического спектра, в первую очередь речь идет о психиатрах. И действительно, ну, наверное, порядка 60% родителей и специалистов именно такое представление и видят. В действительности же это целый круг специалистов, и когда мы говорим о медицинском сопровождении, и в том числе о сопровождении, например, гастроэнтеролога, который напрямую соотносится с работой, о которой сегодня рассказывала Валентина, то здесь, конечно, нужно понимать, что действительно огромное количество проблем, оно связано с тем, вот ребенок сидит на уроке, и вдруг он начал кричать. Никто не понимает, от чего он начал кричать. Но дальше тогда, когда мы прорабатываем эту проблему, детально ее, так сказать, измеряем, заполняем чек-листы, мы понимаем, что он начинает кричать примерно в одно и то же время. И, по всей видимости, это может быть связано с недостатком глюкозы в крови. Да, да, очень частая проблема. Ел достаточно давно, да. И в этой связи, конечно, вот вся эта работа, она, конечно, должна вестись в комплексе. И, на мой взгляд, очень важно показывать ребенка с расстройствами аутистического спектра гастроэнтерологу именно в свете сегодняшней презентации. Это очень и очень важно. Поэтому родители, я прошу обратить внимание вот на этот вот момент, да, и также специалистов. Иногда мы ищем проблему там, где ее нет, а где она есть, мы ее не ищем, да. К сожалению, да. И, соответственно, если мы начинаем этой проблемой заниматься, то она точно имеет решение, да. Если вы сегодня сюда пришли с этой проблемой, значит, у нее точно есть решение. Вы уже начали, вы на пути. Один шаг за раз, да. Я обещала, аудитория уходит, я обещала родителям сказать пару слов. Один шаг за раз. Не хватайтесь за все сразу. Не начинайте, о боже, бежать анализы, бежать к эпилептологу, бежать. Один шаг за раз. Сегодня послушали, завтра прочитали статью про тарелки, послезавтра передвинули стол на кухне, уже все отлично. Мы идем в правильном направлении. Не торопитесь, родители, не торопитесь, да. Кто меня знает, тот знает, что я говорю медленно, но верно. Это мой девиз. Лучше медленные изменения, но стабильные, да, чем мы за все сразу схватимся и сгорим. Вот, спасибо большое за приглашение. Очень рада была сегодня участвовать. Вы просто супер аудитория. Вам спасибо за ответ и за такое активное, вдумчивое участие. Вопросы все были вот прям в точку. Прям вот не было ни одного вопроса, который бы хотелось пропустить, да. То есть все было очень-очень разумно. Валентина, вам тоже большое спасибо. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И, наверное, я открою секрет для сегодняшней аудитории о том, что мы общались прямо за 5, 10, 15 минут до вебинара о возможности совместной разработки программы либо повышения квалификации, либо какой-то семинарской или тренинговой программы по как раз пищевому поведению. И эту тему в Федеральном ресурсном центре мы, безусловно, готовы продвигать совместно с Валентиной и Валентиной с вашей организацией. Спасибо большое. Это чудесное приглашение, особенно в рамках того, что мне хочется, да, чтобы каждый ребенок, которому ставится диагноз аудин, получил адекватную помощь под другим проблемами. Да, популяризация нашего направления будет большим шагом для того, чтобы и родители, и специалисты знали, что это необходимо. А еще я хочу лично вам или Валентину пожелать вот успехов не только в профессиональной практической, но и в научной деятельности. Потому что, конечно, история, да, связанная с доказательностью, с эффективностью. Видно, насколько структурно вы подаете информацию, насколько это все научно. И, безусловно, очень важно, чтобы в России в этом направлении появились исследования. Мне кажется, что если они в ближайшее время появятся, то, наверное, от вас и от команд, которые с вами работают. Да, было бы чудесно. Мы готовы расширить команду. Если кто-то пришел, кто занимается этими проблемами, пишите, пожалуйста. Всегда здорово вместе, да, идти на какое-то большое дело. Итак, вебинар, запись будет, сертификат точно где-то есть. Вот, поэтому не переживайте за это, он обязательно найдется. Да. И завершая уже, наверное, вебинар, я хочу анонсировать следующее событие. Это будет большой всероссийский двухдневный семинар в Волгоградской области по вопросам сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Коллеги, регистрация на этот семинар, она уже ведется. Уже порядка 120 человек из самых разных регионов, субъектов Российской Федерации уже зарегистрировались и готовы приехать. И мы приглашаем всех вас. Там будет много разных интересных презентационных площадок. Мы же с вами прощаемся. До следующего раза, до следующей встречи. Я в конце хочу, как всегда, поблагодарить команду Федерального ресурсного центра, которая при подготовке вебинара работала спокойно, тихо, незаметно, но обеспечила качественный процесс сегодняшнего бесперебойного почти вебинара. Спасибо вам, коллеги, и спасибо вам, родители. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok